всех приветствую родные любимые сердце моему дорогие зрители подписчики друзья кто просто смотрит еще не подписавшись я вас приветствую на своем канале и в частности на этом видео восхищением восхищение церкви христовой великой скорби я об этом много говорил не есть видео на эти темы но удивительная сам на канале всегда можно есть поисковик конкретно по каналу не прям по ютубу я сам когда иногда свои роли какие-то ищу еще через этот поисковик и вот я вбиваю восхищение и ничего не выходит конечно же я об этом много говорил в рамках чтения нового завета до евангелия апостолов книги откровения и есть у меня естественный вопросах на ответов когда-то я это все делал и в каких-то может быть по-другому называл ролики но об этом очень часто говорил тем более мои близкие уже вляпывались в это сидели сами на чемоданах ждали до 2 восхищение церкви об этом сегодня много говорить я вот сам поиск поискав есть мне такое видео удивился что принципе прям так название мне нет решил еще раз уже в последний раз записать видео на эту тему вот так выделено пробовать присаживайтесь поудобнее или наливайте чайку кофейку кто там чего пьет может заниматься делами видео будет очень длинная я постараюсь сегодня показать практически все что можно по этой теме и разоблачить эту ложь о том что церковь христова будет восхищена к своему богу своему жениху иисус христу до великой скорби кто кто топит за эти учения не спешите выключать видео жать на красную кнопку посмотрите немного я уверен что через буквально полчаса все-таки вас что-то зацепит и вы убедитесь что это неправда ролики никогда не пишу праздные и все они призывают конкретным действиям и все они нацелены на то чтобы сделать мир вокруг меня счастливее счастливее истине и праведнее любве обильнее я в конце об этом очень много буду говорить но прежде всего мы разберем так скажем факты какие есть относительно этой темы поводом для сегодняшнего видео явился комментарии олега к моему ролику по каким целям будут наноситься ядерные удары и после зачтения этого комментариям я буду разбирать евангелие и начну я как раз то эпизода где иисус называет апостола петра сатаной да и чтобы он отошел от него я специально когда читаю ваши комментарии я с олегом естественно еще в личке поделюсь этим сообщением я всегда стараюсь даже показать кто это человек ну есть такое современное выражение как разбирать кейсы да вот вот олег это не просто какой-то незнакомый человек олег уже мы с ним несколько лет общаемся можно сказать дружим насколько то можно дружить по интернету находясь в тысячи километрах друг от друга это тот олег который и помог мне создать тот сайт в котором сейчас виде вы его видите современной технологичной и красивой удобный мне как и и его автора и пользователя и редактора и всего короче это мой авторский христианский сайт который вот по моей так скажем всему идейному помог мне создать олег как раз внизу как ведь я даже добавил такую строчку сайт создан с любовью из любви ко всем людям на земле совместными усилиями братья во христе олега и христолюбца создали моего получается уже три года назад ним пролетело два или три я в счет путаю но как раз вот осенью сейчас сентябрь все сегодня 30 сентября 2022 года вот где-то ровно или два или три года я честно забыл надо на и пометку сделать внизу когда был сайт создан в таком виде в каком он был вот олег и так скажем сам изъявил желание и полностью месяц выделил своей жизни отложив всю работу хотя он зарабатывает именно этим и полностью мы посвятили этому время естественная технически мало мог уже то что до этого три года сайт я лепил сам своими руками как я умел ну вот потом олег бог ему положил на сердце мне помочь абсолютно бесплатно вот он это все для меня сделал для нас для людей да естественно все я ставил задачи я уже как-то писал ролик я даже похвалил олега я записал видео на канале христолюб веган мой основной канал я просто моей жизни дав ему маленькую рекламу кстати кому нужны какие-то сайты или еще что-то вот хочу даже в этом видео отдать отсылку коллегу ну через меня можете обратиться я дам его контакты сам что-то такое нужно связано вот с этим всем миром интернета до сайтами вот и он сделал я им очень благодарен он скажем шел и и делал все что я его просил из мне что-то не нравилось технически там визуально он все исправлял все как я хочу то сделать действительно с душой ну сам он христианин поэтому делает все на совесть на доброту вот тут у меня конечно коллег претензий никаких нет я им очень до сих пор благодарен и сразу пользуюсь и он очень красивый он мобильный он сделан сразу под мобильные все эти все сжимается как надо вот вот олег пишет комментарии буквально вчера вот под этим моим видео все по свежаку пишу сейчас я вам хочу его зачитать я к чему это говорю что вот недавно последний ролик три условия для чтения книги откровения вы помните там виктории комментарии разбирал вы знаете я не хочу быть подобным путину путлеру как я его называю вы знаете да ибо ибо сущность его изменилась а соответственно изменилось его имя когда он своих дочерей называет там вот эти женщины да вот я именно поэтому называю имена тоже кто-то будет прячется от царства антихриста еще каким-то причинам да я как раз называю людей по именам особенность я знаю этих людей уже не представляю как он будет слушать и воспринимать там вот один человек мне написал да как бы я его скрывая имя нет я хочу чтобы эти люди знали если это если в детях я знаю еще лично знаю кто мне пишет комментарии я ведь наоборот даже вам рассказал побольше да вот это очень важная пишете комментарии где-то я могу пожурить где-то я могу быть поучительствовать да получать и так далее как-то говорят но все это я делаю из любви действительно для назидания я говорю в конце видео я особенно об этом много скажу что все вот эти вот вещи там бред по и про непоследовательное чтение про вырывание из контекстов про вот эти вот уже учения которые они не просто так восхищение церкви великой скорби это не просто лживое учение и она ник и она не безобидно как может показаться на первый взгляд это лжи в учении ложь никогда не доведет человека до позвать до полноты познания истины никогда не сделает она его не и счастливым она в концовке сделать ему несчастным вот это вот восхищение ожидания в том числе он обманется человек который будет ожидать этого вознеси вознесение церкви до своему господу это очень важно зачем обманывать зачем самому пребывать в лжи а это лжи отец известно кто дьявол да зачем пребывать в его сущности зачем обманывать других если можно самому познать истину и распространять ее другим это очень важно и вот с знаете вот опять же пример не знаю вот с олегом очень много говорили на эти темы много с ним говорили о последних временах уж олег не обидится я надеюсь но он тоже был на этом достаточно сильно зациклен мы недавно с ним общались он будет меня как бы от этого отошел со временем отчасти благодаря мне как я понимаю сам может много как он говорил переосмысливало все эти времена мы с ним достаточно сумка сайт делали общались потом сейчас вот наверно в интернете не так часто сейчас мы все общаемся я тоже сам сейчас немного с кем общаюсь вот но вот тоже мы с ним о восхищении говорили насколько я помню немало говорили потому что это олег самый это скажем из протестантизма все таки прошел ну отошел от него но все таки как я всем говорю по плоти то можно выйти я же сам вот не скажу заметь я почему от других рассказывать уже я себе все говорю поступать другими так как хочешь поступали с тобой вы знаете царстве небесным под фиговыми листочками никто не будет прятаться надо в этой жизни учиться открытости да вот не скрывай что там православие три года практиковал наоборот я говорю и вы знаете что я практиковал что такой тут путь проходил такие-то ошибки были у меня то же самое вы думаете играл что меня там православие не заквашивал тоже заквашивал на свидетельство о том что как поиграл я первый из грешников но я избавился от этого не сразу что-то меня долго цеплял какие-то вещи конечно минимальная всем тоже говорил ну тоже цепляла до кого хочешь и ешь только человек не ешь вот это знаете я несколько лет о веганстве говорил так мягенько да кто помнит ну как мягенько относительно да вот и здесь то же самое да я хочу все благо особенно близким люби всех особенно своих по вере как поиграл действительно так вот олегу я желаю только блага и не хочет чтобы он утвердился в истине и проповел и другим и не стыдно признавать свои ошибки знаете стыдно стать грешни остаться грешником и не войти в небесное царство это все ради нас самих мы должны быть святыми прежде всего ради себя мы должны познать истину прежде всего ради себя и ради близких нас окружающих нас спаси себя вокруг спасут тысячи я думаю многие знают это выражение вот это действительно так поэтому это очень важно вот олегу я но я ему ответил продай под комментарием тоже все-таки он будет плюс это сделал сразу потом будет докреплю еще это видео в этот комментарий вот и не страшно сказать что знаете я вот тоже наоборот всегда очень хороший пример как вы знаете у меня я вам уже об этом тоже говорил что в цвере веганство знаете там трупажоры могут вегана затыкать мне мы многие мы редко кто я я таких людей даже лично не знаю кто родился там семье вегана вырос веган никогда там никогда не был то скажем трупажором по этой линии по любви к животным был свят от рождения потому что родился такой семье и не свалили не сошел с этого пути будучи там по взрослевшим став самодостаточным человеком и способным избирать между добром и злом зло да и он не стал это избирать я таких людей не знаю вот и я тоже помню убеждал и учение показывал на основании того же самых апостолов иисуса что то что вы были когда-то грешниками ты знаешь что мы потом должны этого стесняться когда мы справились наоборот как и петр как и павел мы говорили да я был да я предал петр говорит да я отрекся от него но я покаялся да павел говорил я был первым изгрешником но сегодня я апостол для вас я учитель подражайте мне они христом подражайте мне как я христу которого никогда не видел ну он видел ему иисус открывался но он не был его прямым учеником во времена иисуса павел был еще юношей молодым юношей возможно вообще отроком это очень важные моменты и знаете если вы познаете истину не надо этого стесняться или бояться кому-то сказаться или мне потом признаться дадим ты был прав до другим сказать слушай я в этом вопросе тоже заблуждался вот мне там христолюб помог мозги вправил или разъяснил тоже послушали сами расскажите я говорю всем пожалуйста свидетельствую сами лучше всего свое личное свидетельство своими словами вот но дростом и делимся сам сколько я роликами всего делюсь посмотреть в моих соцсетях моем телеграм-канале я с удовольствием делюсь и другой информации которую не я создаю не я созидаю да вот все это раскрывается с разных сторон и это прекрасно да мы все уникальные все мы можем привнести какое-то в этом плане что-то новенькое до создавая что-то сами вот а любой ваш слово это уже созидание но если она в добро направлено вот я об этом говорю поэтому я надеюсь что все это воспринимает правильно конечно у меня может так как этот все-таки ролик я же не просто олегу записывал в личку мы сбрасывает аудио сообщение записал да так как он для всех я конечно могу такие фразы употреблять да да ну что вы такие неразумные получается касается олега но вспомнить как иисус это дело доколе вы не понимаете не можете уразуметь все притчи сколько я буду терпеть вас если этого не понять как у разумеете все притчи это очень важно да поэтому я говорю что неужели вот вот ложь вот я вот сегодня я много покажу и все это будет очевидно неужели так тяжело принять истину ну ладно переходим к комментариям олег пишет я причем олега доброе намерение я вам скажу опять да как доброе мере намерение были у петра я сейчас я сейчас вот я так плавно я хоть сценарий особо не пишу ну конечно прежде когда мне приходит мысль записать какое-то видео тема появляется я размышляю некоторое время час-два-три могу день там чем-то заниматься думать об этом видео как я буду записывать я особо си никаких пометок не делаю у меня поэтому откидыш хорошие мысли потом забываю не все могу в ролике сказать кто видел где надо ролики доза так скажем еще что-то включаясь ли еще на нажатии не ставил видео через там программу могу еще дописать в этой программе да склеить я так-то не монтирую но я потом вспомнил думаю надо еще это если еще ролик не загрузил там вот не сжал не загрузил я могу добавить его там но какую-то конечно я пытаюсь всегда выстроить такую вот картину которая была бы понятна вот олег пишет он как бы из добрых побуждений да то сейчас такое ощущение я всем сказал что уже вот по всем как иисус сказал посмотрите на смоковницу если она на дерево если они уже распускаются листья значит близко лето так вы узнаете о последних временах сейчас такие листочки распустились что знаете я все могут все время я не знаю постоянно об этом говорить что я никогда до времен до времени 24 февраля 2022 года до вторжения расистов в украину я не был апокалиптиком я обличал все это вот олег не даст мне соврать да мы с ним сколько лично я все это говорил вот вот тут виктория мне опять с этими знаменем с неба да то что там эти увидели астрономы очередной ролик записал все время об этом говорю показываю я я даже сейчас говорю что только по свершившимся событиям по тем печатям которые откроются если там сбудутся все цифры только тогда мы действительно сможем уже зафиксировать в факт разговаривать мы сейчас можем уже мы видим эти события ноут зафиксировать факт и утверждать что мы вошли в них откроется но только после сбывшихся событий зафиксировать факт это очень важно да вот и вот олег то как бы утешить ведь хочу позволю сказать я позволю сказать утешение то есть он как бы делает это ради благого дела но петр тоже иисусу желаю благо хотел его утешить и сказать не надо но он сказал известную фразу отойди от меня ну или других переводах есть следуй за мной но безусловно все равно назвал его сатаной там путь следуй хоть отойди смысл конечно глубокие разница но об этом не сегодня об этом у меня есть все видео посмотрите мои последовательные чтения евангелия вот но назвал его сатаной да потому что думаешь не о том что божье но что человеческое и вот еще раз кто меня уже давно со мной знает ими общается игру как бы мы не дружили какие бы мне отношения не были когда вопрос касается истины у меня падает планка и ничего больше не иметь значения дружим и не дружим сколько мне кто чем помогал да когда этого смотрел и как говорят там пел не хвалебные песни вот если я вижу что распространяется ложь до неважно от кого даже от самого дорогого мне человека какого-нибудь я стану на стороны истины и встану перевернусь мы может вместе шли но если он в ложь я встану вот так вот и мы встанем друг против друга это очень важно вот иначе тогда истина умрет просто сократ друг на истина дороже да вот олег желая утешить до церкви христова пишет что церковь будет забрана до великой скорби с земли кто останется им будет нелегко это абсолютная ложь я пишу что это ложь я и так мягко олегу написал что это ложь протестантизма но на самом деле изрекает и сейчас олег это очень важно понимать мы когда говорим не важно что мы кого-то цитируем что-то передаем это уже прошло через нас то что мы говорим и значит посчитали правильными это очень важно это кстати я вот олегу говорю любому и к себе и всегда это применяю тоже мне там тоже от слов своих осудишься ты тут проповедуешь да именно поэтому я об этом всегда думаю что я говорю это исходит уже из моих уст это очень важно даже если цитирую слова христа действительно я их так понял как все говорят да это ложь протестантизма и олег ее сейчас изрекает церковь христова будет встречать его своего жениха христа во время второго его пришествия на землю об этом говорил иисус и его ученики ну и переходим с вами так плавненько надеюсь мне получилось к евангелие от матфея 16 глава практически середина евангелия очень известный случай когда иисус с учениками беседует и он спрашивает за кого почитает его людям тут важно конечно чисто речь христа там будет вот но я вот что плавно перейти давайте прямо прям весь эпизод прочитаем я вам сказал что устроиться поудобнее кому интересна тема кто хочет утвердиться в истине до конца раскрыть к себе этот вопрос ради себя ради ближних посмотрите это видео целиком и поделитесь им с другими с вашими там знакомыми друзьями кто этих церквях находится в основном это ложь конечно же протестантизма я не слышал что православие или католицизм такое утверждали я я впервые помню об этом вообще услышал из протестантизма самому мне не такой в голову никогда не приходило то что мы сейчас с вами разберем начнем разбирать прежде всего великое скорбь и восхищение два этих понятия где они вообще в евангелии в новом за эти откуда их взяли начало с этими словами разобраться сейчас мы к этому подберемся как видите у меня 30 минут всегда предисловие придя же в страны кесаре филиппова иисус спрашивал учеников своих за кого люди почитают меня сына человеческого они отвечали одни за на крестители другие за или иные за риме или за одного из пророков иисус спрашивает их а вы за кого почитаете меня симон же петр отвечал сказал ты христос сын бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоти кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах и я говорю тебе ты петр и на этом камне я создам церковь мою и врата ада не одолеет ее и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах мы сегодня на это речь внимание обращать не будем для нас сегодня важны немножко другие но я вам зачитаю все тогда иисус запретил ученикам своим чтобы никому не сказывали что он есть иисус христос с того времени иисус начал открывать ученикам своим ему должно а вот сейчас я попрошу уже внимание мы уже приближаемся к тому месту где очень важно для нас о чем иисус учит своих учеников чему он их учит о том что ему и всем ученикам не царство земной нас ждет здесь среди грешников среди мир лежащий в мир лежащем возле а что нам должно всем иисус нам проложил путь призвал идти по стопам его что много пострадать от старейшины первосвященников и книжников и быть убитому и в третий день воскреснуть это ждет всех учеников иисуса христа и отозвав иисуса петр начал прикосновить ему утешать его исправлять его исходить будь милостив к себе господи да не будет этого с тобою что же говорит иисус петру отойди от меня сатана ну в других переводах можно сказать и пойди за мной не против все мне сатана на то что сатана переводится как противник он быть не и так как иисус бог есть любовь мне конечно на самом деле ближе перевод следуй за мною сатана то есть не против все мне не против меня вот как и мне тем кто противится истине я говорю не надо ей противиться следуй за истиной никакого восхищения церкви никогда не будет она будет в день его второго происшествия просто чтобы мы так скажем с разных мест земли восхитились и все в иерусалиме оказались по плоти в земном иерусалиме в том самый старый который сейчас есть на земле ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божье а что человеческое вот олег утешает церковь божью по человеческому и по протестантски я сразу скажу как бы олегу может это обидно не звучало я не знаю вот это спасение по вере ничего не надо любить врагов блаженно когда будет вас убивать гнать да и уничтожать меня называли вильзиву убили убивали будут гнать и вас о чем говорить восхищение церкви об этом я об этом еще много буду говорить в конце и тогда теперь я обращаю особое внимание что мы сейчас прочитаем мы с чего начнем вот с этого момента мы к нему вернемся в конце еще раз обращу вас особое внимание на все эти места писания тогда иисус сказал кому ученикам своим не надо рассказывать кто такие ученики христовы в книге деяния очень прямо написано что с этого времени там ну папа по контексту книжки с этого времени ученики христовы стали называться христианами у христиан у учеников иисуса очень много названий причем как раз в евангелии в основном христиане названы именно учениками еще они не называются христианами само основное определение тех кто следует за иисусом появляется у последователя это ученики они так называются ученики учатся и делают то что им говорит учитель потом они названы христианами святыми иисус еще называют избранными но в книгах деяния уже в посланиях в откровении мы уже видим такие слова говорю как святые дети божьи дети света разные понятия сегодня мы с вами будем их видеть тогда иисус сказал я уж переведу на современный язык христианам ученикам своим этот и и говорит он то что отвергли протест протестанты своим спасением по вере своей этой великой восхищением великой скорби это жертвенную любовь вообще любовь и в частности особо жертвенную как пик совершенства в любви если кто хочет идти за мной последовать быть моим учеником быть христианином быть избранным быть святым божьим быть дитем божьим дитем света отца своего небесного отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною ибо если кто хочет душу свою сберечь что потеряет ее а кто потеряет он душку сберечь мы будем восхищены а кто потеряет ее душу ради меня в марка есть еще дополнение и евангелие ради любви ну читай как меня любви свободы вечной жизни тот обретет ее какая польза человека если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою и сейчас особое внимание ибо придет сын человеческий во славе своей ну читай как мое второе пришествие иисус говорит я прямого лица буду говорить иногда ибо придет сын человеческий ибо приду я иисус христос во второй раз во славе отца своего с ангелами своими и воздам каждому чего не хочет протестанты по делам его читаю у павла 2 коринфянам 5 с 1 по 10 стих 5 глава добрым то или худы истинно говорю вам есть некоторые из стоящих здесь он обращается к ученикам к христианам есть некоторые из вас и стоящих здесь она про он обращается пророчески то что он говорил не знаете ни часа это относится их первости скажет ой да они же умерли давайте дочитаю то может кому-то непонятно будет о чем сейчас буду говорить иисус говорит истинно говорю вам есть некоторые стоящих здесь которые не вкусит смерти как уже увидят сына человеческого грядущего в царстве своем очевидно что все кто стояли перед иисусом в тот момент умерли они все воскреснут кто жил праведно то что называться учеником еще не быть не значит быть им учеником тот кто исполняет иисус сказал потому что слушающий и не исполняет подобен безрассудному учеником подобен деве о которой мы сегодня будем вспоминать неразумные которые нет елей в масле нет масла светильники мы с вами сегодня еще вспомним этот момент мы сейчас от 16 главы передвинемся к 24 все кто стояли перед иисусом в тот момент умерли иисус оказался лжецом нет естественно речи иисуса всегда обращены как и пророчества я всегда показывал все это когда там все любят к иисусу применять первых пришествии второго христианам как израиль да все это можно читать но прежде всего пророки говорили действительно к народу израиля ему пророчествовали его обличали ну естественно читая ветхий за это мы часто читаем его как израиль это христиане там аналогии действительно параллели проводятся до пророчества первом пришествии они такие же зеркальные ко второму кстати подходят там все абсолютно что иисус оказался лжецом нет просто евангелие это книга для каждого из нас когда я читаю я читаю не как какую-то историческую мне не нужную меня не касающийся книгу я хоть ученик но это же было петру там и всем кто там стоял ученикам нет настоящий христианин последователи и ученика иисуса читает евангелие для себя все что он читает он читает что иисус говорит мне сейчас в уши и я должен это исполнить иисус мне говорит мне христолюбцу говорит может быть ты будешь раньше заранее скажу восхищение возможно каждого из нас поддельности да кто сегодня ходим и сегодня под небесами или уже туда уходим никто ни дня ни часа тоже не знает как иисус говорит что не знает никто ни дня ни часа его второго происшествия как и первого толком не знал да да и то считаешь как мы не знаем ни дня ни часа своего отшествия туда и действительно наше личное восхищение возможно в любой момент мы не знаем сегодня мы будем восхищены завтра послезавтра поэтому не знаю но есть некоторые из нас которые не вкусят смерти как уже увидят сына человеческой грядущего царстве своем ученики христовы уже одно это место до которого мы с вами добрались разоблачает ложь протестантизма о восхищении церкви до великой скорби но сейчас мы разберемся где это великая скорбь кто они говорил что это за словосочетанием о чем говорится где она будет да я заранее скажу что великая скорбь это я сразу скажу и сейчас потом буду доказывать показывать да это время от воцарение антихриста и его царство это 13 глава откровения мы сегодня по откровению прям пройдемся ролик будет очень большой я очень сильно устану зато открою вам все что только возможно по этому вопросу это время великая скорбь это время от 13 главы по книге откровения от воцарения антихриста в своем царстве и до второго пришествия иисуса христа где будет изливаться чаши гнева и все вот это вот это время вот это изливание этих чаш и названа великой скорби мы сейчас все это увидим с вами по 24 главе по матфе и прямо по откровению вот это время названо и заканчивается на 19 главой длится она будет 42 месяца это три с половиной года как иисус сказал если бы не сократились те дни ради избранных ради христиан которые будут в это время на земле не уцелела бы никакая плоть вообще уж не говоря христианах потому что дети дьявола они друг друга пожирают в том числе это змея которая жрет себя за хвост они уничтожат сами себя в оконцовке бабахнуть какую-нибудь до новое оружие что ничего не останется вообще землю расколет просто на половинке на половинку это очень важно иисус говорит что есть истоящих вас учеников моих которые не вкусят смерти как увидят меня значит христиане будут находиться на земле до времени второго пришествия иисуса христа это очень важно это важно зафиксировать об этом говорит сейчас иисус прямо прямо своим ученикам ученики это все мы с вами это все те кто жили две тысячи назад и читали каждый применимо к себе он сказал некоторые он искал все каждый читать сегодня перед его вторым пришествием все равно люди будут читать евангелие на их все это сбудется это очень важно понимать мы с вами переходим к 24 главе там мы с вами все там закончился на весь увидели это не вырваны из контекста им целыми всегда эпизодами показываем 24 глава седавим контекст если вы слышите 24 25 глава о чем она всегда вот почему вырывают из контекста уже достаточно того вы помните давайте даже всегда зачитываю как видите всегда с захватом вам чуть-чуть вперед чуть-чуть назад и выйдя иисус шел от храма это буквально сами понимаете 24 глава это перед арестом иисус уже это последние недели когда они там ходят на эти праздники он будет арестован все это последние дни жизни христа на земле перед его арестом и убийством воскрешением и вознесением и выйдя и они пришли в храм ну пришли в юрсалим там в храм в частности заходили вот в эти праздничные дни там которые евреи несколько недель там празднуют все вот этот свой исход и так далее ветхозаветный да и выйдя иисус шел от храма приступили к нему ученики его и чтобы показать ему здание и пока чтобы показать ему здание и сказать иисус посмотри какие камни какой там ирод великий который его еще в младенстве пытался убить понастроил этот храм там сделал его не хуже соломоновского но говорят что хуже но там тоже говорят не не по-детски он там в него вбухал и тоже был построен ого иисуса сказал видели все это истинно говорю мне останется здесь камни на камне все будет разрушена и вся 24 25 глава отвечает на какой вопрос что это за речь огроменная по версии евангелия от матфея речь иисуса на какой вопрос она была и им создана им изречена когда же иисус сидел на горе или он sky но они пошли там подальше потом присели где-то там то приступили к ему ученики и наедине спросили христиане скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века иисус начинает им отвечать 24 25 глава нераздельная речи иисуса в моих текстах нам на нашем сайте с олегом всегда речь иисуса оранжевая такая цвета солнца горящего да вы видите это нераздельная одна большая речь у меня все с картиночками потому что визуальное восприятие очень важно это большая речь ну и все как 26 глава видите это уже совещание как бы убить иисуса и предательство иуды последнее помазание его головы некой женщины миром вот и мы с вами сейчас 24 25 глава иисус дает краткое хотите краткое изложение чего книги откровения она полностью согласуется с книга откровения при книге чек книги чтение книги откровения своими комментариями я прям конкретно показываю мы прямо идем по 24 4 я еще дам отсылки своим плейлистом я показываю как как если хотите сейчас я вам покажу вот речь иисуса надо как бы блоками такими да то есть там я сейчас их не буду все называть а книга откровения она как будто раскрывает это еще каждая на естественно еще маленькие блоки да то есть все абсолютно согласуется когда читаю книга откровения мы читаем параллельно вот этой речи иисус христа в 24 25 главы это очень важно понимать если грубо разделитесь хотите вот эти блоки то первый блок это как раз печати да там второй блок это как раз эти и вот так первое второй блок это трубы хотите третье царство вот этого антихриста 4 великая скорбь 5 во второго пришествия 6 хотите суд над христианами тысячелетнее царство и суд над всеми людьми все и книга откровения заканчивается именно на этом и вот эти блоки единственно там раскрывается в книге откровения мы можем видеть подробности каждого из этого блока более более мелкие вот и все я надеюсь кто эту кто захочет эту ведь вместе со мной прочтет но так как на и мы с вами должны узнать откуда же это великая скорбь то мы с вами я чтобы не вырываясь контекста вынужден вам я надеюсь что кто кто любит христа кто христолюбец с радостью слушает мои видео мои речи я вам зачитаю евангелие и слышите у лишний раз никогда в жизни не бывает нравится вам не нравится мои длинные ролики ну не нравится люди с иисусом ученики иисуса оставили все как он сказал и пошли за ним если людям не 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 уду не хочет слышать лишний раз слова христа пусть и в моем озвучивание ну что ж мне вас жаль иисус сказал им в ответ я не буду вам сейчас эти блоки все это есть книги откровения в моем чтении но я хочу прочитать вам все чтобы добрались до этой великой скорби берегитесь чтобы кто не привести у вас это те печати который начинается духе злобы на белых конях до пропагандисты все это да тьма это свет свобода это рабство война это мир вот это все будет у нас да это овца в овечьей шкуре дух злобы не приходит виде ангела только тьмы да он вы приходит и виде ангела светлого как писал ибо многие придут под имени моим и будут говорить я христос и многих плести от читай к христос я истина да я любовь вот это все да защитим народ донбасса и прочие вещи да под именем будет приходить добра под именем как и олег хотел до утешить церковь да ну к сожалению это не утешение это ложь которая людей приведет к несчастью также услышите о войнах и военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ народ и царство на царстве будут голод эпидемии землетрясение по местам все же от начала болезни все иисус кратко рассказал о семи печатях которые книги откровения тогда будут предавас предавать вас на мучение убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и тогда соблазняться многие друг другу будет предавать и визнавить друг друга и многие же пророки восстанут и претят многих по причине умножения беззакония во многих владеет любовь претерпевшись до конца спасется и проповедно будет евангелие царства по всей свидетель с вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец иисус рассказывает о трубах и о воцарении антихриста которая будет связана тоже с великой скорби так скажем нет я не буду чтобы вас не не путать на такие фразы употреблять будет связано с большими гонениями на тех же самых христиан в частности вообще на всех детей света все кто будет за истину топить за любовь даже не употребление не называть всех христианином и так далее будет большие всегда всегда репрессии на все светлое когда в какой-то когда на земле вот эти антихристы берут вверх злодеи до всегда начинается массовая репрессии всего самого светлого и доброго до 13 глава воцарения антихриста и так когда увидите мерзость запустения связь сказано через пророк даниила ставящий на святом месте читающий доразумеет тогда находясь в аудеи добегут в горы кто на кровле тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего и кто на поле то тот да не возвращается назад взять одежда своей горе же беременным питающим с отцами в те дни молитесь чтобы не случилось бег ваше зимой или в субботу ибо тогда будь великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных я вы уже зацитировал вы как видите дословно вам по памяти все это процитировал мы сейчас еще раз это читаем во первых да я надеюсь вы не прослушали вот откуда мы узнаем вообще словосчитание великая скорбь это 24 глава 21 стих это будет после воцарения антихриста когда на месте запустения на святом месте где нету бога вас сядет он это в 13 главе книги откровения описано я почему так что по главам все говорю очень важно тоже великую скорбь называть после конца печати а мы с вами видим что будут христиане я вам всегда показываю они будут всегда весь период времени церковь христова его невесты или одна невеста или мы все с вами души его невестами называются мы все будем до второго пришествия втором пришествии во христе умершие воскреснут а те как иисус сказал а потом повторит его в апостол павел будут живы просто изменится просто тленное облечется вне тлени мы еще будем все читательные видите наперед сюда так хоп 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 а потом мы своим словам то мы с вами все это читаем уже в тексте ибо тогда будет великая скорбь это потом когда будут гонения и еще плюс эти семь чаш гнева будет выливаться на землю христиане по плоти будут страдать точно так же как и грешники я здесь скажу вы знаете я когда вот все это шел путем познания истины совершенствовался в своей жизни в святости ко всему божьему творению природе к животным к людям вы знаете я тоже думал я вот стал веганом я всем пример привожу это знаете вот это кто смотрел там из вентура то с джимом керри где он там сидит его там все животные по сбежались птички тут львы и леопарда сидят знаете вот все его любят я вот всегда вот этот образ мне бы в голове оказалось знаете когда я стал веганом и сколько я уже десятки лет веган да и ничего не изменилось на меня также могут лаять собаки какие-то воровые да меня также может укусить там змея покусать меня также кусают комары и мухи назойливые тут летают вот я также вредителей полно на огороде на участке на земле в саде в доме мыши заводится и ничего я живу точно так же то есть по плоти ничего не изменилось все то же самое я не понимаю голоса не стал слышать их голоса как человеческие да поэтому вот это вот знаете что ты там стал христианином там и ты стал святым все тебя никто трогать не будет нет наоборот все святые будут гонимы это всегда надо понимать эти вещи продолжаем ибо так будет великой ибо тогда будет великой сколько какой не было от начала мира до ныне и не будет если бы не сократились те дни именно поэтому не будет только 42 месяца три с половиной года ты не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни тогда если кто скажет вам вот здесь христос или вот там не верьте почему иисус опять об этом говорит да потому что это и есть воцарение антихриста ибо с этих времен это еще не я ведь он будет выдавать себя за христа как же вот люди тоже не понимают написано анти вместо него или за него там там анти переводится кто посмотрите это толкование она и так и так переводится за него вместо него подменяй его да он противоположный по духу анти противоположны да в принципе значит при приставка вот но и вместо него по наружке внутри тон был будет полный у противоположность человека ненавистник людоед вот не верьте бы восстану же христа и жалпороки дадут великие знаем чудеса чтобы прелестить если возможно избранных вот я наперед сказал вам если уже великой скорбь и все забраны зачем же иисус предста опять избранных заметьте здесь иисус называет не учениками своих учеников а избранными ученики избранные святые игру мы сейчас будем апостол уже встречать наименование учеников детей света детей божьих помните ян богослов называет так христиан все по-разному но суть об одном зачем их предупреждать если я вас всех великой скорбь заберу нет будет великой скорбь ради избранных и еще заметьте еще раз я хочу чтобы те кто в эту ложь поверили когда-то кого она заквасила избавляйте сейчас я надеюсь сейчас происходит процесс вашего очищения вашего переквашивания что закваска божья сейчас вас заквашивает а это гадость вся плесень из вас его выходит заметьте что говорит иисус еще раз я обращаю внимание на 21 стих ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет и если бы не сократились те дни иисус не говорит что и что я заберу вас что если бы я не забрал вас вы бы страдали нет не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных я вас заберу так сказал иисус нет ложь истина где сократятся те дни просто ради избранных все избранные ученики христов его последователи все будет кто нести свет по миру они будут страдать может быть не будет мы все в разных местах где-то будет ядерные боеголовки падать где-то нет все по-разному страдать будет в одном доме будут кого-то насиловать даже избранных какие-то там убийцы мародеры эти солдафоны дебилоиды в каком-то нет какой-то дом покроет благодать так скажем да у каждого своя будь школа будет так по-разному все будет для всех людей вы спросите вторая мировая как для кого прошла до всех по разному есть страны на земле были которых она вообще не коснулась они как скажем знать не знают они они жили пили ели веселились по-разному будет всех касаться кто-то будет в эпицентрах кто-то рядом с чем-то этих событий каких-то там наземных бойн неназемных там воздушных кто где будет находиться на территории россии в разных местах люди живут россия огромная страна всем по-разному достанется вот и мне хочется олегу и всем кто за это топил когда-то я слышал вот с чего вы взяли вот одно это уже не одно уже 2 я там показал только что сейчас в 16 главе сейчас мы читаем где тут тут прямое словосочетание великой скорбь во-первых тогда какой великой скорби вы говорите иисус вот об этой говорит один раз произнесена в евангелии эта фраза больше ни одного места не найдете все мы можем только с вами стоять его здесь дискутировать вот под христом то скажем он над нами нас рассудит вот единственное место где иисус говорит о великой скорби с чего вы взяли что есть что есть какое-то восхищение церкви где иисус великую скорбь учил что он восхитит свою церковь где более того ваша ложь обличается тем что иисус прямо говорит что никакого восхищения ну прям не горит что он не думал что после нее такую дурь придумают да что здесь какой-то не будет это я уже вынужден говорить то что дурь придумали протестанты которые появились только через 16 веков посвящие евангельских событий иисус говорит что ради избранных просто сократятся дни великой скорби сократятся что не вечно будет а что хоть кто-нибудь его встретил эти избранные что хоть были не те кто только воскресали из мертвых да а как он только что сказал в 16 главе что есть стоящий из вас который не вкусит смерти но встретит меня изменившись по плоти как потом будет писать апостол павел брать того чтобы его хоть кто-то встретил по плоти кто-то будет все воскресать будет принципе это не суть важно да могли бы всех задушить просто на земле ничего не осталось потому что эти дети дьявол они сами друг друга сожрут вот и все по сути сказать если бы не бог это вмешался просто все бы закончилось вот и все планету просто раскололи бы пушете идиоты будут жрать друг друга пока не останется один этот с ума сойдет от одиночества ради избранных сократятся те дни никуда иисус сказал я вас восхищать не буду вот вот поспорьте с иисусом игры вот я надеюсь олег не обидится вот так говорю всегда да я буду с предъявы говорить поспорьте с иисусом это единственное место где иисус горит великой скорби ни о каком вознесении он здесь не говорит это слово один раз я встретиться в апостолу павла мы сейчас тоже доберемся до этого момента и она никак с этим не склеится никаким образом какой бы скотч супер клей не брали да или дерьмо каким дерматином она не склеится ничем вообще иисус прямо говорит что будет великой скорби да когда антихриста будут называть христом не верьте им я наперед вам сказал все когда он воцарится и начнется для для избранных вообще ад на земле он и так всю всю историю для самого христа со времен христа он еще с иисус на пророков ссылался во всех убивали да и мучили всех пророков и до меня и после меня будете делать ничего нового иру масштабы просто будут другие вот и все никакого вознесения великую скорбь не будет это ложь вы лжете на христа вы отрицаете истину и распространяете тьму сами в ней находясь это очень плохо я в конце говорю буду еще говорить почему но я и параллельно не удерживаясь говорю это очень важно пребывать в истине а не лжи это никого не утешит я лев хочу сказать это наоборот разочарует людей многие отвернуться потом от этих лживых надежд потому что это не та надежда надежду которую христиане распространяют эту надежду вечной жизни воскресение всех воскресе в первое пришло 2 пришествие воскресение всех по плоти даже кто христа не принял но если живут они благочестиво во второе при в авто после тысячелетнего царства все на суд воскреснут и все получат по делам своим все будут разделены по право и по лево и кто творил добро творил его богу творил его иисусу любому человеку любому животному любой природе в любыми делами вот какие надежду вот в чем утешение и олег хочет сказать разве этого мало разве мало надежды вера в то что мы вечны ничего с нами не будет что великая скорбь но пострадаем а иисус не страдал а иисус когда в гефсиманском саду молился бог его восхитил от страдания от которых написано что он ужасался да и трясся и молился чтобы принеслась чаша сия мимо него нет не пронеслась так чего же мы хотим мы ученики христов мы его последователи мы по стопам его должны как писал петр и павел прям как строчка строчку обоих есть этот не очень нравится образ чтобы мы шли по стопам его причем там именно об этом говорится о смерти всего тут крестоношение почитайте петра первое послание почитайте павла вы отрекаетесь мы вернемся к 16 главе вы отрекаетесь от учения христа от его следования от своего звания вы отрекаетесь которому призваны быть совершенным отвергнуться себя вот этих страхов как с ускала кто боится эту жизнь вот трясется потерять ее или быть измученным ничего попытают нас немного да больно да неприятно иисуса сутки только избивали все вот это да потом бичеванию подвергли потом распяли еще будучи избытым до полу смерти ничего потерпим яви мы призваны к чему мы призваными названы призванными избранными каких только я устану перечислять если собирать все эпитеты все определения христиан сущность на и определение несущие все глубокий смысл избран призван к чему к явлению абсолютной любви даже к врагам а мы я на небеса ко христу ешь пей веселись душа моя а как бы явить христа в этой жизни не только его евангелие пересказывать а реально явить человеку особенно которую ты мне верит в это что это иудейские басни или еще да мы с вами все призваны явить христа явить христа в своей жизни чтобы они не сомневались что бог приходил на землю дать пример что я способен пережить то же самое и явить эту божью любовь то что христос во мне я в нем вы отрекаетесь от этого вы отрекаетесь от чаши которые всем нам христианам дана но поете песню любви ко христу а как же путь его который ваш и так если расскажут вам вот он в пустыне не входить и вот он в потайных местах не верьте ибо как молния исходит от востока видно бывает даже до запад так будет пришествие сына человеческого и ибо где будет труп там соберутся и орлы 13 погружаемся в 19 я вам блоки не зря показал это уже все за 19 главе говорит в 13 это не я буду а я буду в 19 до будут вам же же пророки обо мне лгать и показывать что это я да будут всякие бредни все эти кони до сих пор там будут на 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 белых конях все эти черные духи да ну вы не верьте не хоть когда я будет это будет явно для избранных и где будет труп а где он был где труп христов был в иерусалиме там соберутся орлы кто такие орлы но кто такие орлы тоже образ орлы собираются на труп да кто такие орлы пожрать тело пожрать трупы слетаются чтоб сожрать это тело до стервятники их называют еще да кто это такие это мы с вами кто жаждет тела и крови христовой приобщиться где мы соберемся где труп где он в иерусалиме как мы туда попадем все ну так будем восхищаться как по воздуху и туда все собираться да не удивительного ничего нету да иисус вы помните как возносился на небеса точно так же как ангел сказали придет и мы точно так же все к нему туда вот наше вознесение какое будет о котором павел будет писать мы сейчас с вами к этому прочтемся а просто заранее обо всем этом рассказываем единиц наше вознесение будет не на небеса а в иерусалим земной причем а вознесение называется только то что немножко полетаем совсем немножко я не буду говорить в какой слои атмосферы или стратосферы мы войдем может вот так метрах в 10 от земли ты будешь летать я не знаю можешь как самолет как из воронежа в иерусалим летает ну как то так вот вознесемся все там окажемся и иисус переходит ко всему своему пришествию и что я чуть-чуть пропущу чтобы ой да ладно давать нельзя ничего пропускать будем читать потому что иисус уже говорит о своем втором пришествии да и о суде все как прям по книге откровения тютелька в тютель как я всем говорю абсолютная последовательность что и всем пытаюсь я удивляюсь что не приходится о последовательности чтения книг убеждать людей и вдруг после скорби неких после великой скорби солнце померкнет и луна не даст своего света и звезды спасут с неба и силы небесные поколеблются тогда явится знамя сына человеческого на небе тогда вас плачут все племена земные увидит сына человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великую пошлет ангелов своих с трубой громогласную соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их действительно чего и вот вот чуть не пропустил ведь тем думаю я взял водички буду пить уже час говорю говорить еще долго вот хотел пропустить вот видите вас сам учусь ли на опыте как бы не хотелось стихов из песен как говорят не выкинешь и слов из песни как там стихов из книги да еще раз знаете вот это все взаимосвязки смотрите вот даже его олег вот у протестантизма у них нет понимания кстати помог протестантизма тоже в основном отвергает этот последователь библию превратили как я говорю вся образ такой лотерейный было барабан какой-то знаете куда вот я люблю так на чик или на миллион разных стихов и вот крутит его посмотреть на все проповеди протестантов в основном своей массе вот вырывают оттуда стихи вот развернет а сейчас хоть слепить значит еще раз крутит и еще раз вручу вот вытянет то и пытается слепить как будто не задача из двух стихов слепить какое-то что-то слепить еще раз давайте прочитаем этот момент юницина человеческого грядущего на облаках небесные силу и славу великую и пошлет ангелов ствол своих с трубой громогласную себе и соберут избранных его христиан учеников святых от четырех ветров от края небес до края их то есть ангелы будут собирать это жатва называется которая описана перед 19 главой в 18 главе если книгу откровения превратить в лотерейный барабан конечно вы ничего никогда не поймете ничего и никогда второе пришествие иисуса христа а перед ним такие же слова жатве мы сейчас все мы дойдем с вами час уже прошел еще час я буду стараться знаете мне кажется себя жалко я столько трудов всегда прикладываю к этому а эффект пару я смотрю не знаю на какой об этой жатве уже много говорится 18 главе вы просто развернут как вот здесь сказано в одном стихе 19 и вы его пришествие как он идет уже описано тоже со всякими нюансами и подробностями 18 все описано жатва началась вот эта вся собирать соберите моих все один в один только здесь кратко иисус сказал там более развернуто тут там практически глава грубо ли соответствует стиху чуть ли не не по евангели ну или несколько стихом или 1 стихи стихи раздевает предложение грубо говоря одно предложение иисуса как это же люди конечно разбили тут ну продолжение люди разбивали иногда я обращал внимание там и запяты не там и делят не там предложение речи иисус казнить нельзя помиловать такой хватает и все на дальнем переводе ну так образно говоря одно предложение иисуса в евангелии от матфеют в этой его речи апокалиптические так в принципе называют соответствует чуть ли не одной главе откровения вот это действительно так его пришествие описано в девятнадцатой главе 20 суд 21 немножко нам приоткрыта завеса новой земли и нового неба все куда бы вы не хотели великую скорбь впихнуть конечно при книге откровения обличаю и сегодня все это сделаю для вас ради вас я стараюсь сам-то я все это давно вижу я орел вот этот орел парящий уже даже не на земле до сидящий там я уже давно парю и все это вижу мне хочется других конечно поднять чтобы всю эту картину видели это очень тяжело показать всю картину вот как я стараюсь куда бы там ни пихали я обличаю когда после шестой печати все это запихивать великую скорбь а там будет великий день гнева это разные слова и где бы вы не пиханули в книге откровения обличая ложь того чтобы будет восхищение до великой скорби обличает вот это уже все всегда что до девятнадцатой главы будут избранные этой книги откровения и тарю в краткой речи называем ее краткую речь апокалиптическую краткую версию откровения апокалиптической речь иисуса христа она обличает эту ложь избранные будут всегда до его второго пришествия и они будут некоторые не умирая изменяться в нетленную плоть в бессмертие обликаться что еще надо от смоковницы возьмите подобие когда ветви и станут уже мягкие пускают листья то знаете что близко лет вы знаете сейчас часто употребляют я сегодня уже говорил об этом это вот из речи все иисуса так когда вы увидите все это знаете что близко при дверях истинно говорю вам не исчезнет рот человеческий как все это сбудется небо и земля исчезнут но слова мои нет одни же том и части никто не знает ни ангелы небесные не сына только отец мой один но как было в одни но и так будет в пришествии сына через ибо как в одни перед потопом ели пили женились и выходили замуж до того дня как вошел вновь вновь в ковчег и не и думали пока не пришел потоп и не истребился их так будет и пришествии сына человеческого тогда будут двое на поле один берется другой аставляется 2 мелю в жерновах одна берется друга оставляется и так бодро стоит потому что не знаете в который час господь ваш придет но знайте то что если бы знал хозяин дома в какой час придет вор бодро стал бы и не дал подкопать дома своего потому вы будете готовы быв сейчас который думать и придется и человек сделки этот абзац сейчас не буду вам как утешение этот про смоковницу помните сегодня просто не не последний не ролик вот посвящен не не вот этому что я хочу на это место же записать отдельное видео что действительно когда приближаются по листьям я просто хочу чтобы этот абзац тоже все зафиксировали про бодрствование мы тоже самого посту павла увидим я в конце скажу тверо основную речь рачок записываю все это видео основная цель жизни я сейчас скажу а потом еще в конце много скажу вся цель и рад чего это иисус говорит чтобы мы жили свято это все хорошо быть вы все знаете вам все открыто вы часто все равно не знаете самое важное сегодня жить так как будто завтра ты будешь лично восхищен вот и все бодрствование в чем естественно в святости в любви это все о чем я должен целыми днями думать как мне провести прожить святой день день в святости день в любви это все что о чем должен думать христианин на самом деле все и утешаясь отвечая олегу тем что ты за это получишь всем все еще будет у нас и вечность нестрадательная не плоти все и в царстве христа где все такие же как ты любве обильные мое дело сегодня быть этим любвеобильным вот и все а утешение мне и так есть не тем что я буду восхищен ради скорбь прежде скорби да не познав себя великой великой любви грешника который будет распинать меня а я буду не отвечать им добро на зло и молиться за них как делал иисус на кресте в этом цель моей жизни и иисус начинает говорить в притчах о суде над христианами сначала три притчи говорит о суде над христианами а таких как я об учителях кто верный благоразумный раб которую господин поставил раздавать хлеб свой в свое время и что будет с теми кто не раздает а есть пьет да и и собирает десятинки с рабов и все там их да это вот я я применяю к себе пищу я тот кто раздает хлеб да я бодрствую раздаю вторая притча о девах на ней мы про меня оставим я к себе все применяют ну и те кто проповедует вдумайтесь всегда вчитайтесь эта притча вас не просто обо всех христианах конечно обо всех каждый христианин должен быть проповедником это очевидно но к сожалению многие из нас предпочитают мышиную жизнь по норам да ничего не делаем а мы призваны раздавать этот хребт на самом деле я хоть игру к себе принято что я это делаю а по идее делать и должен каждый если вы не делаете вы тоже большой вопрос ученики вы христа иисус был проповедником ученик его обязательно должен стать проповедником о ком знаете когда не спрашиваю меня в одном месте там тоже в комментарии недавно про под шорцом на канале библии написали что ты взял что притча о девах это последних временах я вообще-то иисуса спросили да это речь его я говорю где он эту притчу дает это его речь апокалиптической он за это последних временах типа это говорили о первом пришествии но человек больше ничего не стал мне отвечать видимо принял эту истину вы сами видите где эта причина хоть в каком она месте это опять к вопросу о последовательности и о контекстах это всегда очень важно притча о девах этого апокалиптической речи иисуса христа в ее конце где он на суде начинает говорить о суде над ком кто такие девы которые ждут жениха своего это кто язычники что ли грешники антихристы который ненавидит его мусульмане да иудеи ждут иисуса христа жениха речь о ком я говорю да сколько надо иметь мозгов чтобы не понять что это речь над христианами что среди христиан есть разумные и неразумные и неразумных ждет очень печальная участь дверь будет перед ними захлопнута бог есть любовь до в царство небесное мог войти к овцам бог такой любовь что к овцам запустит опять волка аватара овец да бог есть любовь поэтому он каждого разделит царство небесное много уровней много уровней и в аду каждый будет в своем на своем этаже с такими же как он ты же говоришь что ты хороший вот живя вот так ну будешь такими кто узнаешь как это когда к тебе будет применять то что ты применяешь к другим о ком речь про дев конечно же в этой притче иисус не ставит задачу раскрыть вот эту тайну о тех кто будет он уже в 16 ловится мы прочитали что кто-то будет воскрешен а кто-то изменится здесь конечно не об этом мы видим вот вырвись контекста притчу и ничего будет непонятного то что скала бодрствование это о чем он сказал это вот опять почему я вам слово бодрствия вложил святую жизнь да может сказать что нет бодрствия тогда вот опять протестантом на чемоданах сидеть ждать иисус христа нет он как раз и говорит что часа вы не знаете и что бодрствование это не сидение на чемодане ждать когда я чтобы не пропустить усказать как молния будет все ты там увидишь более того иисус рассказывал последних временах в притче то же самое что не важно даже ты спать будешь двое на постели лежат один берется другой остается это очень важно это не важно спать ты будешь даже по плоти ты будешь разбужен и его и восхищен если что если ты будешь свят во христе я вам не всю даже эту притчу естественно девах раз прочитаю он же сказал им в ответ истинно говорю вам не знаю вас и так бодрствуйте это притча раскрывает нам не смысл там что сейчас того кто будет там воскреснет а кто изменится до причина рассказать о том что такое бодрствование то он опять им это том что он рассказал им что он имел в виду под словом бодрствовать а бодрствует тоже не знаете ни дня ни часа в который придется и человеческий здесь конечно цель от пи притчи показать что бодрствовать это надо иметь что любовь в сердце дух святой исходить как угодно и дух любви что есть разумные неразумные девы все они ждут своего жениха иисуса христа здесь конечно мы тайны с вами не не увидеть здесь иисус недели там что днижеевые там и так далее там в притче сказано что все уснули здесь как бы ну вот все кто воскреснет ну неважно кто-то изменится и все будут вот судиться по своим делам это очень важно не все христиане входит не спасенные поверьте входит а по любви в которую они преобразились то же самое про таланты и так далее но сегодня уже не об этом и так мы с вами и еще 15 глава коринфянам мы переходим свое немножко апостолу павлу я надеюсь с иисусом христом с евангелем мы с вами разобрались великая скорбь будет сокращена ради избранных они забраны будут избраны ради или из-за великой скорби если вы после этого еще считаете что будет великое вознесение до великой скорби пожалуйста не хотите чтобы я гневался да чтобы я распылялся что я говорю я уже объяснил мы идем вместе олег христианин я христианин вик христианка вот я я писал да я по мягкому как иисус 1 2 как иисус его ответьте нет отрисите прах я уже сказал если вы не понимаете я ничем вам помочь не могу если вы противитесь истине я эти вопросы не знаю еще как объяснить ролик получится на 2 на 3 сайта что еще надо объяснять что еще на показывать я не знаю боль того в конце как всегда дам отсылку к полноценному последовательному чтению книги откровения книги даниила к фессалоникийскому посланию которому сегодня будем кусочком вспоминать хотя много там разберем и еще раз собираюсь в ближайшее время писать книгу откровения еще второй круг пожалуйста подписывайтесь на канал христа люб чтение библии на их писание библии на описание называется буду читать смотрите вникайте там задавайте вопросы но только уже особенно кто это видео посмотрит только не по великой по восхищению до великой скорби я сегодня все скажу если вы это отрицаете и что избранные будут и во время великой скорби и чтобы хоть кто-то остался встречать иисуса по плоти на земле в его второе пришествие будет астана поэтому они будут сокращены они восхищены но в частность по одному мы будем восхищаться христиан будет убивать да ты восхищаешься к своему господу но это никакой не восхищаем церкви а многие будут до последнего до второго пришествия если вы это отрицаете еще раз скажу если вы отрицаете последовательное чтение книги евангелия всех этих текстов речь иисус там переворачиваете с ног на голову книгу откровения неизвестно как читать как барабан вытащить а тут какую печать и там еще сидите реп учишься что же ты к чему же это если вы отрицаете последователь событий там описанных не надо мне ничего не писать под комментариях особенно я же знаю если кого-то я буду все жестче и жестче отвечать и писать можем дойти до расставания я кто меня знает за мной не заржавеет это ложь я еще раз вот как иисус горь это неважно все вы все равно не знаете ни дня ни часа бодрствуйте сегодня в чем в любви чтобы не остаться без пусты с пустыми светильниками все что нам нужно знать это очень важно а вот это вот как раз об обратном говорит это говорит я вернусь к 16 главе и он пофига то что я не хочу отвернуться себя я спасем по вере ну или даже сегодня более-менее правильно живу но велика скорбь это же великие страдания это же надо будет велик тогда величину жертвенной любви она от кого-то будет гнать нас кто будет и убивать нет я не хочу пронеси ну выкинь к эту чашу она мне не нужна пусть минует меня к этому все идет учение лживое учение дьявольское учение восхищение церкви великой скорби это учение дьявола о том что ты должен выкинуть отвергнуть чашу который всем нам приготовлены пить чашу которую на прощальном ужине пили ученики там две чаши был первая чаша радости от познания истины о жизни во христе о том что нас всех ждет потому что даже на сердце не приходил что бог придал любящим его вторую чашу иисус поднимает это чаша скорби выпить ее все это кровь за вас изливаем а мы все мы все испиваем эту чашу мы все будем жить как он вы отвергаете эту чашу не надо мне пятнадцатая глава иван к коринфянам первая по своим кольфянам полностью посвящена воскрешение из мертвых во времена я всем обращаю внимание записал как-то ролик нет воскресенья апостол павел всех нас обманул можете найти его у меня на канале если найдете пишите в комментарии я добавлю его вам в первом закрепленном дам ссылку и в личке если надо отвечу как раз я поэтому показывают что времена апостолов уже в той церкви в коринфе который в частности павел сам насадил которую родил во христе спокойненько и нигде там на задних этих сидят там до клав партах в классе нет те лидеры которые уже там стали лидерствовать стали отрицать воскрешение и христа и всех во христе и так далее павел обличая коринфскую церковь борется с этой лжу ложью как я сейчас борюсь с восхищением да потому что с христос не воскрес то вся наша жизнь счета вся наша вера надежды все бессмысленно ибо ешь пей веселись и завтра умрешь это все эти слова отсюда я все это вам сегодня зачитывать не буду я хочу лишь один я вот такой картинки иногда их очень тяжело подобрать картинки отражающие суть not как уж налепил то такая девушка себя сдирает как бы скажем такую потрескавшуюся кожу тленную или вот там девушка выходит из какой-то такой но все что нашел так послепил ушки иван и как 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 всем кажется к святым писаем не очень лепится меня осуждать что этому свидетель иеговы беру картинки я не усветли его я через поисковик в какую-нибудь тему или стихи библии вношу ввожу и что выходит по этой теме я подбираю здесь вообще ничего не найдешь я попытался ввести не всем умрем но все изменимся ничего никто не нарисовала и себе сам мог суперско рисовать темно как библии сам бы все река картинки рисовал но я так рисовать ними приходит что-то искать нашел только вот современные такие постановки фотографии я вырву вы можете всю 15 главу остановить прочитать или потом поизучать как угодно и я лишь покажу вам то же самое чтобы подтвердить я не стал обращаться к этому месту когда мы с вами 16 главу прочитали мне надеюсь у вас память никогда не девичьи или как там какой-то животные говорят сравнивать с памятью до бабочки или чего-то не не помню я надеюсь вы помните хотя бы что мы с вами час 15 час назад о чем говорили 16 главу что сказал что есть и стоящие из вас те кто не вкусит смерть как увидит царство божий меня идущие меня идущие в силе царство божие пришедшие силе я в лишь 51 стих прочитаю из первого послания комикс на 15 глава говорю вам тайну по секрету всему свету павел тут юморит конечно уже то что пишет понять что это понятно тайну называет что это не всем известным кто них кто не хочет это узнавать да не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся ибо тленному этому надлежит облечься в нетление и смертному этому отвлечься от а облечься в бессмертии какое еще нужно доказательство того что никакая церковь христова вся в полноте все христиане восхищены до великой скорби не будут павел подтверждает прямо цитирует слова исходить иисуса в другой интерпретации не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвы воскреснут нетленными а мы изменимся ибо тленом этому надлежит облечься в нетление а смертному этому отвлечься в бессмертии я знаю заблуждение протестантизма они тоже берут это место писания извращают его наоборот вот в подтверждение вознесения в каком вот при последней трубе я угры есть там одно учение там они вот при последней печати там просто вот именно есть словосочетание великий день великой скорби и великий день гнева первых не заблуждение когда не это равняют с великой скорби это абсолютно не так я сегодня вам все это покажу второе заблуждение вот эту трубу при последней трубе они путают они думают последняя труба вот этим ангелом тем тем семи ангелом которым даны семи трубам которые скрываются в 6 7 в печати в последний да это абсолютно не так то что мы с вами только что читали что иисус говорил что сейчас мы возвращаемся с вами к этому месту и вдруг после скорби дней тех вот после великой скорби читает тут так тут просто как тоже перевели ну можно и так после скорби после великой скорби тех дней до великих скорбей солнце померкнет и луна не со все звезды полосы неба и силы не испоградят тогда яйца знамя с человеческим и тогда вас плачут все племена и пошлет ангела и смотрите и видят сына человеческого грядущего я специально у вас все тексты я хоть вот так можешь проглатывать учет у себя может поставить на паузу еще раз вчитаться в текст и тогда вас плачут все племена земные и увидят сыны сейчас грядущих на блоках и небесный и силу и славу и пошлет ангелов своих с трубою грамма гласную это последняя труба это не те семь труб 7 ангелов с трубами которые еще до царства антихриста это не эта труба последняя а последний как написано то у павла даже в читайте как павел пишет ибо вас трубит при последней трубе ибо вас трубит какая последняя труба последняя труба по земле что мы слышим это вот когда ангелы будут трубить и собирать и и где еще раз и пошлет ангел своих с трубой громогласно все вот это последний раз да и соберут избранных его от четырех ветров от край небес на краю их все мы с вами еще все это будем читать и ведь последовательность вы ведь куда открутил я надеюсь 24 глава тут вот перед судом мы чуть наверх вернулись я вам просто дословно чтобы могу при цитировании надо своими словами я еще раз на чем мы закончили это где иисус заканчивает все от вас маком дает уже наставление о бодрствовании о чем все хорошо что вы все это узнали но смысл ваша задача все хорошо на самом деле посмотрите книга откровения и речь иисуса 24 глава она вообще маленькая в принципе заканчивать смотрите даже на это 31 стих все 31 стих иисус посвятил всего лишь последним временам до этого не какой 31 стих подождите какой 31 уберем если на вопрошение о 4 что пришествие его речь начинается с 4 стиха иисус сказал им 4 27 стихов всего 27 стихов иисус посвятил последнего времени все что описано в книге откровения но тоже уберем там тогда предисловие с 6 главы по 20 кстати 4 сколько где-то 14 глав получается ну там смотря включать и включать крайне 14 и 27 стихов как я вам сказал действительно буквально даже если по стихам смотрите поделить получается что по стихам даже что каждой главе всего два стиха иисус посвятил а стихи это же обрезанные предложения дать даже не не даже даже не целиком и дни наши 14 предложений это удивительно сколько иисус уделил этому внимание то что в евангелии до нас дошло вот насколько это важно и конечно же протестанты вырывая вот у апостола павла вот это место из коринфянам опять заблуждаются при последней трубе не об этой последней семьи тех где до царства антихриста где действительно труба когда последний там уже воцарение антихриста это речь идет о тех ангелах сейчас мы с вами книги откровения ладно я сразу пролистаю вот тут где тут сейчас я сейчас я на я на здесь не добавил ну я же не все снабжаю прям картинками это у меня где-то там в другом месте где ангел то летит тут я как жатву изобразил тут будет об этом ангеле но я просто картинку не вставил чтобы так параллель чтобы прям увидели как видите при какой трубе то все последний раз ангелы будет трубить когда вот они будут собирать жатву мы сейчас в книге трое на просто нет этого рисунка где конкретно ангел прям с трубой а как жатву там из рисунки и жатвы взял хотя ну там будет сказано что об ангеле все то же самое то есть еще раз я надеюсь вы все поняли вся речь иисуса вот заканчивается даже будет дальше бодрствование вот 31 стихом все и пошлет ангел своих с трубой у громогласную хотите вот сюда вы смотрите вот добавьте сюда последние проглоченное слово просто иисусом как и по суду по делам там добрым то или злым где у павла допустим вот во втором послании коринфянам не не проглочено да и пошлет ангелов и последний раз из хотите пошлет или последний раз с последней трубой у может последний раз будет когда ангелы будут трубить они уже будут что делать они уже не будут возвещать трубят чтобы оповестить о чем все уже собирают это же не предупредительные трубы да а уже все с трубой у громогласную соберут избранных от четырех ветров до край небес павел говорит именно об этом не все мы умрем но все изменимся а если протестанты говорят что это к тому месту значит где-то во время великой скорби кто-то будет измениться чтобы бессмертные появятся на земле горцы как в этом фильме есть миклуха маклаудом или как там помнить старый фильм кто смотрел кто мои ровесники до куда это место притягивайте это уж не играет то что я вырвал это все это 15 главы просто чтобы совсем ролик не стал 10 часовым то что там еще всю книгу откровения сейчас вот так бегло я покажу основные моменты еще моя заключительная речь еще фессалоникийцами смотрели коринфянам разбирать я надеюсь с этим тоже кто-то еще раз павел прямо говорит что сказал иисус в 16 главе как мы видим в 24 главе все подтверждается иисус говорит есть состоящий из вас который будет не умирать который не умрут но вот прям доживут до этих моментов павел говорит то же самое переходим к книге откровения как вы все знаете кто со мной изучал первые шесть глав на пропускаем они предисловные к че почему все довело кто хочет понять по книге откровения вас все туда приглашаю и идут у нас печати на какие внимание обратим на какие вещи когда вот эти вот 5 6 печати открываются давайте с 5 начнем когда он снял пятую печать это гонение да ну давайте чтобы у вас уж впечатление кто может впервые смотрят или не знаю первые 4 они же печати они же так называемые всадники на конях это пропаганда или ложь или антихристы которые черно называют белым это волки в очи шкуре это ангелы тьмы под видом ангела света все эти образы все сюда 2 это войны третье это голод и все вот это вот экономический кризис и 4 это дух смерти прямо на бледном коне который будет косить прям прям как вот кто я вот на земле живу кашу вот так все и будет 4 часть земли будет уничтожена 5 печать и когда он снял пятую печать явил под жертвенником души убиенных за слово божье гонение и за свидетельство которое они имели и вы запили они громким голосом доколе владыка святой истины не судишь и не мсти живущий на земле за кровь нашу и данная были им каждому одежда белый и сказано чтобы они успокоились и кстати заметьте им не поверь было во спасение белой одежды даны а за что за жизнь святую который что делали были убиены за слово божье и за свидетельство о нем своей жизнью ну и словом конечно даны были каждому дисбел и сказано им чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут только убиты как они дополнит число пятая печать крупные гонения что те которые убиты его запиют а богат еще будут убиты еще полно святых на земле еще не все явили свою жертвенную любовь и таким образом входят в небесное царство любви иисуса христа и когда он снял шестую печать я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачно как лосиница и луна сделать как кровь и звезды небесные пали на землю как смоковница потрясающе сильным ветром роняя незрелые смоку свои и небо скрылась свившись как свиток и всякая гора и остров сдвинулись мест своих и цари земные вельможи и богатые тысячи начальники сильные всякие рапы всякие свободные скрылись пещеры и ущелья гор и говорят горам и камням падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева агнца и при ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять ошибка протестантизм я знаю что именно это место зачем-то равняют с великой скорби здесь не вели ну понятно что это скорби на вас начнется начинается третья мировая возможно уже она началась и горю идет развивается так скажем шагать семимильными шагами по лицу земли и что понятно все это доведет начнут применять атомная всяко биологическое психологическое там звуковое оружие чего только там не понапридумали все это будет связано мы сами будем рушить природу это не потому что бог плохой это мы будем ее разрушать она будет естественно отвечать до терниями и волчицами произрастит она тебе когда человек убил животное пролил кровь на землю которой порождает животный растительный мир и что где восхищение то вот протестанты до что вот он вот она великая скорбь будет где только этому сейчас с вами вырвали пожалуйста любом протестанту говорю вот ты если утверждаешь что это описано великая скорбь в параллель с том местом где иисус хотя иисус не об этом говорит он там говорит после того как мир здесь запустение на святом месте сядет да и будет выдавать себя за бога это тринадцатая глава если ты утверждаешь что это я тогда я при книге откровения все это уже изобличал игру но решил собрать один большой ролик там просто последует читаем я как бы говорю мы с вами прочитали где где здесь вы найдете хотя бы слово восхищение это очень легко через поисковик сделать вы не найдете этого слова где до этого места до шестой печати кто в шестой главе все кратко описано до 5 можете даже и не проверять там нет ничего и предисловие до к последним временам все начинает шестой главы так скажем вся 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 развязка до нам начинает сообщаться все события где где-то слово восхищен более того при массовых гонениях и убийством святых бог им говорит нет это еще не конец до коли не будут еще убиты и дополнить число еще убиты да суд божий идет гнев божий да идет как это любит на бога все свалил потому что идет война идут эти катаклизмы естественно все это будет но это не конец в пятой печати мы читаем что бога нет это не конец не заканчивается шестой печатью апокалипсис как можно утверждать и нести эту чушь про восхищение великой до великой скорби если вы это называть а это я тоже знаю на заги мне такое скидывали читали ссылается от места какое на отношение да это тоже караул будет да это большая беда но это как сус сказал начало страданий услышите о войнах войны слуха всем этом да а землетрясениях по местам это пока начало я надеюсь это очевидно более того я говорю слушайте пока вы не захотите раз в жизни два раза в жизни изучать писание зачем тогда вообще к нему к нему апеллировать но ведь дальше идет же текст вы же читаете полноценную книгу и после этого увидел я четырех ангелов стоящих на четырех углах земли державших четыре ветра земли чтобы не дул ветер на землю ни на землю ни на море и никакое дерево увидел я иного ангела восходящего от востока солнца и имеющего печать бога живого и воскликнул громким голосом четырем ангелам которым дано вредить земле и морю говоря не делайте вреда ни земле ни морю не деревьям доколе не положим печати на челах рабов бога наш все что еще какую еще гвоздь в крышку гроба этого лживого дьявольского учения о восхищении церкви великой скорби надо говорить кому будет ангел ставить эти печати разве не святым людям чтобы они протянули это время все или кто это такие рабы бога живого разве это не очередное название христиан и ручеников его святых избранных детей света детей божьих как только в писании замучаемся перечислять если поставим себе задачу из библии выписать все определения детей божьих да так на и самообъем на одной из самых объемных определения от они христиане игры и так далее вот они трубы начинаются при последней печати она раскрывается просто этих семи трубах и вот трубы наши начались труба 1 2 3 4 великие страдания 5 и вот уже даже на пятой трубе и пятая ангел струбил и увидел звезду падшую с неба на землю дан был ей ключ от колодца бездны она творила колодец бездны и вышел дым из колодца как бы дым из большой печи и поморочилась солнце воздуха дым из колодца и из дыма вышли саранча на землю и дана была и власть какую иметь земные скорпионы и сказано было ей чтобы не делала вреда траве земной и никакой зельни какому дереву а только одним людям который не имеет печати божьей на челах своих просто я говорю я знаю протестантское учение там просто же есть колебания у всех разные разногласия вот одно это из утверждений что это будет вот там вот и где вот там великий день гнева описан что якобы вот уже до этого все святые чтобы вот так вместе с этим грешниками не прятаться и не кричать покройте горы нас там пещера написано это уже современный бункера в современном мире речь идет конечно всех этих катакомбах убежищах покройте нас огнем божьего чтобы христиане не мучились вот до этой главы будут все восхищены я обличаю как видите что это ложь уже трубы идут какие ужасы этой мы сами все пропустили чтение до всех этих труб тоже что там будет там ужас полный там треть всего живого в океанах умрет ну я так пролистал для вас кто-то конечно не про слушает а смотрят вы можете и тормозить сами может параллельно отклить открытие в браузере в любом книгу откровения вместе со мной все это пролистывать смотреть то есть мы видим с вами оказывается даже вот этот падший агнец небо тут открывается бездна все колодец бездны и заметьте вредить будут всем кроме тех у кого есть печати божьи на челах божьих которые были поставлены описаны нам в пятой печати откуда кто эти это не святые да и дано и но при этом и дано и ей не убивать их а только мучить пять месяцев но этих людей да в тебе будет вот так ну ладно мы по виду саранчат мы сами все пропускаем то есть мы видим что даже даже действительно тут бог люди светлые будут от этого избавлен от это какой-то эпидемии или что-то там неважно язвы какие-то будет вон как написано вопиять смерти и смерть будет бегать от них с косой да вот живой пример что святость от чего-то будь бог нас и покрывать но это не значит что мы всех ужасов избежим как мы видим до души убиенных то откуда измученных и шестой ангел вострубил и сможем были четыре ангела приготовлена часть день весь год на того чтобы умер ты третью часть людей да это очень важные показатели и вот мы читаем с вами о седьмой печати которые сказано что это совершается тайна божья это тайны беззакония которых действия которые пою писала это там это иисус о чем писал говорил где мы тут с вами давайте вернемся когда мерзость запустение дают книга даниила читающий да разумеет вот мы с вами подбираемся 7 труба но якобы тоже при последней трубе до что вот якобы будет раскрыты а вот эти два пророка которые при седьмой трубе будут в юру салиме который кто помнит будет там тоже воспитывать людей всякими даже и казни посоль который будет убит и вознесены на небо это кто это где церковь она уже будет восхищена до великой скорби или нет два пророка я кратко действительно то мы просто пусть 6 играет все доказывает что никак вот в этой 7 6 печати никак не могло быть никакого вознесения да и вот седьмой ангел вострубил так сейчас мы с вами седьмой ангел вострубил и кто знает 12 глава это вот описано война на небе дьявол и все его ангелы свергаются с неба свергаются и на земле на земле дается образ такой девы родивший младенцы это младенец будет какой-то крутой проповедник который будет опять все народы пасти жезлом железным да ну такой твердой проповедью и и нам как бы сказано да что вся эта жена она не восхищена кстати было это жена что восхищена вот вам седьмая труба где написано что это это жена была восхищена на небо нет жена убежала в пустыню где приготовлено было для нее место от бога чтобы питать ее там 1260 дней кстати восхищено было детей богу дату и пропустила давайте ладно вот отсюда явился на небе великое знамени и жена облеченная солнце под ногами и луна на главе ее венец и 12 звезд сейчас это она имела в очреве и кричал от болезни мука рождения другой знамени явилась на небе вот большой красный дракон семью головами десятью рогами и на головах его семь я дым хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх на землю дракон то стал перед женой который надлежал родить дабы когда она родит его пожрать ее младенца все бесы во главе с дьяволом скинуты на землю жена эта церковь христова она рожает младенца какого-то крутого проповедника только он не будет царем православным это будет действительно как во христе будет простой человек не обученный как это говорят нигде не учившийся действительно силы слова пости словом железным он будет твердой проповедью и родила на младенца мужского пола который лежит пости и все народы жезлом железным и восхищены был детей к богу и престол его возможно что этот проповедник умрет не просто там распятым да действительно как действительно вот он один как-то будет тоже восхищен да как как и и два пророка которые мы с вами тоже воскресли восхищены были здесь даже не написано что он все-таки убит будет этот проповедник возможно будет взят на небо как енох или 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 как эти но два пророка то после убийства и воскрешение были вознесены на небо здесь может быть другой как-то будет а жена убежала в пустыню жена это церковь все остальное это не один человек где приготовлены было две места от бога чтобы питали и там 1260 дней то есть заметьте здесь что куда она убегает то она восхищается на небо нет лишь один и и так скажем сын какой-то крутой проповедник вот буквально перед царством антихриста который будет еще раз всех назидать пасти и обличать царство антихриста а на земле уже дьявол свирепствует со всеми своими бесами это очень важно понимать она восхищена на небо нет и произошла на небе война михаил ангелы воевали против дракона ангела и воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них место на небе и низвержен был великий дракон великий змей называемый дьяволом стану обольщающим всю вселенную низвержен на землю и ангелову низверженно с ним и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение силы и царство бога нашей власть христа его потому что низвержен клеветник братьев наших клеветавших на них перед богом нашим день и ночь они победили его крови ангдзе словом свидетельство своего и возлюбили души своей даже до смерти и так веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол силу ярости зная что немного ему остается времени и когда же дракон увидел что низвержен на землю начал преследовать жену на земле церковь христова на земле дьявол будет с небес низвержен реально без воплотиться и удивляться этому ни капельки не стоит если вы прочитаете всю библию ветхом за эти все ангелы спокойно являлись людям в виде людей они такие же как мы ангелы это не те изображения с крыльями там как это рисует на иконах это абсолютный бред в библии всегда ангелы являлись в виде человеков абсолютно всегда вот вы удивитесь я сам когда-то от одного проповедника услышал это сам исследовал этот вопрос и удивился это так причем что в ветхом за вновь они являлись как люди и поэтому их не узнавали именно поэтому не верили что были обычные люди это когда они там исчезали или как-то возносились как проявляли себя как что сверх естественно немножко люди начинали им верить в основе когда они просто исчезали на их глазах вспомнить что эпизоды верхнем что в новом завете они всегда являлись как люди не такие же как мы без такой же как мы с вами вот не поверить один в один он как человек они низвержены все на землю да и что начинает преследовать на землю еще раз обращаю внимание вот для тех кто поверил в эту чушь о вознесении церкви до великой скорби он спускается на землю они падают не не спадают с небес хотя не в таком же мире пребывают просто они попадают вот в это в наше же пространство временное измерение дьявол и все его бесы и что начинает преследовать жену на земле церковь христову невестую которая родила младенца мужского пола и даны были жене два крыла большого орла чтобы она улетела в пустыне в свое место от лица но тоже образы до от лица змея и там питалась положение времени времена полвремени и пустил змеи спасти свои все жены воду как реку дабы увлечь ее рекой но земля помогла жене и развела земля уста свои и поглотил реку пропустил дракона спасти свои и вот тут протестант вуза пьет и скажет вот вот же ну пусть не вознесена но на хотя бы видишь как-то ее бог в пустыне укрыл и и и святые вроде как убереглись но какая-то волна гонений будет тем более такая сильная крупная на уничтожение церкви будет действительно богом как-то утихомерено да но конечно же протестант не захочет читать дальше слова которые описаны и рассверепел дракон на жену и пошел чтобы вступить в брать с прочими от семени ее кто-то тоже может протестант с искать ведь я когда общался и такие искажения в свой вот прям в в своим собственным ушами слышал вот вот лишь бот у протестантизма есть огромная такая вот дьявольская сущность они все время режут все вот они любят вот такое все маленькое знаете вот два стишка стишок слова вот вот лишь бы где-нибудь обрубить да то что их изобличает и всего особенно протестантин изобличать очень легко просто беря контексты это всегда так не от добрых дел чтобы не хвалиться и все а то что там запятая стоит ибо мы созданы богом на добрые дела да то во первых речь вообще похвали о самохвальстве об этом павел изобличает да и о том что ты созданных ты обязанных делать говорит они о том что ты спасаешься вера не делами углы ты да ты обязанность их не делаешь ты не спасся лишь бы оборвать лишь бы обрезать здесь тоже ой но впрочем от 7 может быть от семени от 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 невесты христова может произошли кто вот это ее это ее кто это ее такие от семени и родившие кто это такие может какие-то просто добрые люди они вроде христа не принимают так это за семени ее может это за ними то есть за всеми добрыми каким-то там за оппозиционерами там дракон будет бегать нет от семени и сохраняющими заповеди божьи и имеющие свидетельство иисуса христа за христианами а он вступит брать может так не победит или будет побеждать еще как будет и дальше нам открывается 13 глава давайте чуть-чуть пропустим можете сами и прочитать его так на экране могу вам притормаживать это то что иисус описывает описывает заметьте где вот здесь 15 стих я думаю что вы запомнили 6 4 по 20 по 31 нас идет речь иисуса христа в 24 главе могут и когда мерзость запустения тогда будет великая скорбь вот оказывается где оказывается а трубы-то заканчиваются вообще трубы закончились по сути сейчас воцаряется антихрист у нас по книге откровения и начинается изливаться 7 чаш гнева иисус говорит и тогда когда увидите мерзость запустения сказано через пробуждение сердечно тогда будь великая скорбь и мы с вами по книге откровение читаем я все читать не буду вы можете прочитать и стал я на песке на песке морском зверь ты 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 и дано ему власть уста говорящий гордый богохуль на мерзость запустения и действовать 42 месяца три с половиной года и отверстирун уста свои для хулы на бога чтобы хулить ими его и жилища и живущих на небе и что дано было ему вести войну со святыми и победить их никакого восхищения не произошло ни в шестой главе не в седьмой если я так по книге откровение человеческим языком говорят не восьмой не в девятый не в десятый не в одиннадцатый не в двенадцатый и даже не в тринадцатый и дана ему власть этому сидящему гордой богохуль на и всему ему царству войну со святыми вести конечно же не мечом да а убивать их просто через полицаев ментов росгвардии всякие там группы зачистки и победить их по плоти но не по духу и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем и поклоняться ему все живущие на земле все нет не все которые имена не написаны в книге жизни у агнца а как они пишутся моей святой жизни имя там появляется когда я живу свято не потому что иисус мне по вере туда записал нет если хотите она невидимо выгравировывать когда я пребываю в любви и поклоняться ему все живущие на земле которые имена не написаны в книге жизни заклада создания мира кто имеет ухода слышит кто ведет в плен тот сам пойдет в плен кто мечом убивает это кстати горе вот тем святым христианам которые возьмут меч и будут бороться с антихристами чем здесь контекст об этом да кто мечом убивает тому самому длежит быть убитым мечом здесь терпение когда будут гонения и вера святых оказывается при последней седьмой трубе ни о каком вознесении церкви книги откровения не написано час пятьдесят вы смотрите это видео мы с вами прочитали евангелие вы с вами все два крупных момента которые только есть евангелие рассмотрели в речи жизни иисуса христа ни о каком вознесении великую скорбь не написано это даже не великой скорбища когда иисус горит там тогда начнется там тонну это сейчас мы дальше будем читать она только начнется великой скорбь оказывается события 56 печатей 6 главы где и гнев тоже великий день гнева оказывается и точнее великая скорбь и никакого вознесения нет седьмая труба закончилась никакого словосочетания великой скорби здесь нету вознесение никакого нету дьявол со своими пророками антихристами всеми воюют со святыми побеждает их они дополняют тех которые были убиты в те гонения во времена шестой печати гонение во время седьмой трубы люди умирающие во христе являющий жертвенную любовь дополняют число тех которые были убиты в шестой печати и во все времена от первых песен какие еще нужны и доказательства здесь терпение и вера святых то значит святые будут до 13 главы до царства антихриста и будут убиты воцарение принятия сейчас нам в контексте этого видео то не не очень интересно и что ты начинается великая скорбь у меня так и написано я все 14 лотвы как раз жатва и великая скорбь 42 месяца будет царство антихриста кто не знает до 1260 дней и взглянул я и вот огни стоит на сионе и с ним 144000 и которых имя отца его написано на телах так вот так мы с вами хотя нет это очень важно почитать я вот хочу тоже я что это конечно причине обличал и услышал я голос неба как шум от но что вот и как звук сильного грома услышал голос как густов играющих так чуть-чуть будем пропускать и увидел я другого ангела заметьте трубы закончились царство антихриста идет война против святых они убиваются а что же мы с вами читаем все где вознесенная церковь а что мы с вами читаем увидел я другого ангела летящего посередине неба который имел вечное евангелие благую весть чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу и говорил громким голосом убойтесь бога и воздайте ему славу ибо наступил час суда его и и поклоняйте сотворившему небу и землю море источником вот я говорю слушайте а вот кому это благовестие бог не хочет бог хочет смерти грешника или не хочет смерти грешника но чтобы обратился и жив был а вы думаете те кто кайцы будет и становиться христианами а никто не церкви христовой да как бы все не назывался даже там христианами не будет становиться иисус сказал кто сотворивший ближнему мне сотворил разве это вам неизвестно по моему очень даже всем должно быть известно это да и еще раз мы вот хорошо мы сандер иногда хорошо мишку пропускать чтобы вот просто в памяти мы с вами только что прочитали и вот идут эти гонения вавилон блудница я все это уже оставил что суд ей до горд и пал по вавилон город великий потому что он яростным вином блудас его напоялся на ее народу и что у вас просто мысль не потерялась здесь терпение заметьте в 13 главы это же фразу читаем и в 14 здесь терпение святых так святые оказывается все-таки будут жить царство антихриста оказывается будут представляете соблюдающих западе божью и веру в иисуса ну кто это верит в иисуса не избранные не христиане не ученики не невесты христовы а какой же голос и он слышит с неба и слышал я голос неба говорящими напиши отныне блаженные мертвые умирающие в господи да говорит дух они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними самая сильная фраза я люблю как это убивать протестантов понимаете так в духовном смысле вот этот бред весь насколько важно это место 14 главы это царство антихриста времена царства антихриста трех с половиной летнего царства антихриста вот олег решил утешить церковь христов тем что они будут вознесена это ложь мы с вами дошли и увидели что утешение для святых есть уже олег что ты хотел к моему ролику добавить и что было бы действительно верно добавлено это вот это место из откровения самое лучшее место двина 14 глава с 12 по 13 получается 12 стих мы успокоимся от трудов своих и дела дела не вера в иисуса а дела здесь во первых вот это лживое учение протестантизма убивается прям вот осиновым колом в сердце этого этого дьявола вонзается заметьте тот кто пишет это тот кто видит и пишет эту гадис терпение и когда тебя будет мучить да что делал иисус после гефсиманского сада терпел соблюдающих заповедь то есть любящий и верующий в иисуса но успокаиваться они будут не веру своей а потому что дела их он же он же не потерял веру в иисуса в своей речи в своем мировоззрении своем учении до соблюдающих заповеди божьи и веру в иисуса где здесь вообще учение иоанна о спасении по вере вот в одних этих стихах книги откровения просто уничтожается лживое учение протестантов о спасении по вере святость от когда ты любишь врагов то есть терпишь святых в чем здесь терпение когда вас будет убивать гнать злословить поносить ненавидеть ущемлять ты не отвечаешь злом на зло ты соблюдаешь заповеди божьи помогаешь всем нуждающимся в тяжелые времена любишь этих врагов отвечаешь им добром на зло ну естественно потому что ты веришь в иисуса веришь в любовь как сказал иоанн богослов ибо мы познали любовь божью в том что он положил душу нас в там поступки уже цена и уверовали в нее потому что я верю в любовь почему я люблю потому что я верю в любовь верю в иисуса который есть бог любовь который мне доказал что он бог и что он любовь и на поэтому я понял что бог и есть любовь то что он бог и он любовь и ныне отныне блаженный вот утешение которые я бы 1000 лайков поставил под комментарии того кто это написал бы под моим роликом если бы это был олег или еще кто-то я бы тысячу комментариев миллион бы поставил лайков там же можно тоже если бы олег написал такое под теме видео где я писала последний сейчас записываю много вот и об этой на тех событиях то сейчас вокруг нас происходит блаженный мертвые блаженный мы кто будем умирать умирающий в истине в боге в любви во христе здесь в боге всегда когда читаете бог иисус читайте все истина это любовь вечная жизнь в которых ты веришь она тебе до свобода кто живет свободно зная вечной жизни пребывая может быть час я всем я я сейчас уже вечно я вообще не знаю что я не понимаю что смерть нет слова чужда и и просто не существует есть переход никакой смерти никого конца просто не существует когда ты умираешь в этом ты счастлив я хоть и все эти ролики записываю сам говорю господи да я сам давно моя жизнь христос смерть победения я бы сегодня бы ушел я не ухожу только потому как сказал апостол павел для вас да лучше бы чтобы я остался там причем именно в этом контексте именно оттуда все эти его речи то мое желание разрешиться со христом быть да это мое желание неудержимое но для вас лучше чтобы я оставался всем успокоимся от этих трудов потому что дела наши с нами наша жизнь святая с нами одно из самых ярких и мной действительно любимых мест книг откровений заметьте не про пока не про все эти беды а вот она вот она прям прям вот хоть выписывая себе во всю стену печатай вся суть жизни дела идут вслед за нами не количество как извращает апостол протестанты дела это жизнь человека читай как жизнь человека святая жизнь если добрые дела идут с человеком они в нем потому что находится это не что-то внешне это моя жизнь мои дела это моя жизнь хоть здесь идут так дела там след за мной мешочек опять протестанты все но это же образы здесь же символьный язык понятно они не идут они являются это я являюсь этой сущностью дела лишь проявляет мой внутренний мир так будут во время царства антихриста терпящие терпилы святые будут будут что еще надо обличать какую еще гвоздь надо вбить в гроб этого лживого дьявольского учения и взглянул я его цветлое облако и на облаке сидит подобный сын у человека на голове его золотой венец и в руке его острый серп и вышел другой ангел из храма воскликнул громким голосом сидящим облаке пусти септу и пожни потому что пришло время жатвы ибо жатва на земле созрела кого жать если церковь давно восхищена кого жать-то в царство антихриста и там не знать что все раз-два-три прям всех убьют то кто-то дальше скрывается как иисус вот именно все мы будем по пустыне по пустынным местам кто-то явно кто-то больше кого-то раньше кохнут кого-то позже в течение трех с половиной лет будь святых душите убивать грабить насиловать мучить осквернять и все прочее делать с ними до кого-то раньше коснется кого-то позже кто-то переживет это и кто-то встретит в изменившейся плоти со всеми воскрешали воскресли воскрешаемыми святыми кого жать то если никого нету из все давно восхищены и поверх сидящий на облаке и вот это жатва здесь просто сразу несколько этих образов когда жатву созрел во время великой скорби в тьме лучше всего виден свет это последнее время поэтому это жатва и ты же не все сразу поле взял в один миг пожал жнецы идут и вот в течение этих трех с половиной лет сорока двух месяцев будут будет жату происходить одного за другим будет нас косить да она мир в это время на царство антихрицы будет изливаться семь чаш гнева так называем это и есть великая скорбь то что здесь описано не поддается даже воображению я сегодня об этом досчитать не хочу достаточно тех роликов которых мы сейчас записываем я записываю много и мы с вами к сожалению все это созерцаем все полностью падение этой блудницы сожирание суд и и во время этого суда то надо вавилонской блудницы на царство антихриста что при происходит и услышал я голос с неба и он говорит выйди от нее народ мой ибо чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам и и о ком речь что за народ живет божий в царстве антихриста если они все на небесах давно кому это речь направлена кому это предупреждение выйти из этого вавилона когда она будет пожираться да и всем этим язвам чашам гнева подвержена кому речь-то идет что за народ мой сколько еще гвоздей мышь не дочитали мне кажется крышку уже никаким ломом не вскрыть сколько я сегодня гвоздей в нее в билда и посылали пи и посыпали пеплом головы свои его пили плач и рыдая горе горе тебе народ горды город великий драгоценностям которыми обогатили все имеющие корабли на море ибо пустил в один час веселитесь об этом небо святые апостолы и пророки бы совершил бог суд ваш над ним идет жатва до аллилуйя все и услышал я как бы голос многочислен народа как бы шум вот ноги как бы голос громом сильным говорящим увидите послед пусть я бы как бы я просто просто убираю какие она настолько обширно действительно христос действительно так это коротко сказал книга откровения большая много образов я просто как видите для вас увидеть я кручу книгу то и слева направо я не скачу давайте тут давайте тут да мы берем разные места из нового завета разные послания апостола но когда мы берем книгу мы читаем сверху вниз и сходить слева направо как я говорю по крайней мере в русском языке есть народы где по-другому читает ну значит там соответственно по другому как бы народ шумный голос громкий сильно говорящий аллилуйя ибо воцарился господь бог-седержитель возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак агнца и жена его приготовила себе куда вас отправить только что мы с вами что царство антихриста и второго пришествия иисуса христа и что брачный пир девы ждут своего жениха вот он брак где только описан вот он брак какой же брак если уже вознеслись к своему жениху навстречу нет возрадуемся возвеселимся это девятнадцатая глава уже который игру второе пришествие иисуса христа воздадим ему славу ибо наступил только наступил брак агнца иисус христа и жена его невеста приготовила себя надеюсь что приготовил по притчи иисуса если бодрствовали и дано было ей облечься в весон чистый светлый вес он же есть праведность святых конечно же не поверьте а вы видите по делам да уже я надеюсь понимать вот вы вот вырвите опять вот протестант вырвет это как будто автор этой книги не писал что праведность который идет на небе это дела его за ними конечно можно здесь праведность приписать праведности иисуса христа покрывающие грешника своей благодатью это чепуха это ложь это ху хула на дух святого и на того кто писал эту книгу и сказал мне ангел напиши блаженно званный на брачную вечеру агнца и сказал мне это суть истинный слова божия пал к ногам его что поглониться ему он сказал так не клонись и что и вот оно второе пришествие и увидел я отверстие неба и вот конь белый сидящий на нем называемый верный истинный который праведный судит и воинствует а очень у него как пламени огненные и на голове его много диадим он имел имя написано которым никто не знал кроме его самого он был облечен в одежду багряную обогренную кровью имя ему слово божье и и воинство небесные следовали за ним на конях белых облеченных весон белый чистый из уже его исходит острый меч чтобы им поражать народы он упасет их жезлом железным он топчет точил венерасти гнева бога вседержитель надежды и на бедре его написано царь царей господь господствующих я вот это я ведь почему не узнал то я вам хотел это место показать при втором пришествии вот этот ангел при последняя труба но видите вот я говорю мне тяжело подбирать картинки я сам рисовать не умеет вот здесь он как будто кричит а здесь бы неплохо еще или второго ангелу с трубой или в ему хотя бы трубу в руку засунуть вставить да это именно тот момент который вам показать хотел и уилл я одного ангела стоящего на солнце он воскликнул громким голосом говоря всем птицам летающим среди неба летите собирайте на великую вечеру божью чтобы пожрать трупы царей трубы сильных трупов тысяч начальников труп коней сидящих на них трупы всех свободных рабов и малых и великих вот где этот ангел то при последней трубе то которые протестанты вырывают из послания павла коринфянам вот это место и в евангелии наоборот силу славы и пошлю ангел своих трубой громогласный соберут избранных его от четырех ветров до края земли этим заканчивается евангелие ну вот эта речь апокалиптической иисуса по сути дальше как мы с вами видим назидание чтобы мы бодрствовали а книги края получать немножко наоборот да впереди мы с вами почитали о бодрстве нетерпение сейчас в книге откровения читаем что-то если будете бодрствовать до тех кто бодрствует те вот встретит да и всех вот она вот вот это при последняя труба то когда здесь просто нет ничего в трубе но только вот не знаю выражаться или нет а то вдруг олег или кто-нибудь обидится что только идиоты не видят этого как я люблю говорить неужели все вот это не видно как все это стройненько согласуется вот она ну нет здесь трубы у него в руках на идее она даже не описанные картинки у меня не удалось подобрать чтобы как-то состыковать вас эти места но надо научиться читать надо учиться понимать я конечно дал три условия к познанию истины конечно же это прежде всего вообще святая жизнь без нее без святости никто не увидит господа а в господь бог есть истина а если есть любовь без любви никто не видит любви вот о чем речь и схвачен был зверь снил же пророк производящий чудеса ним который он обольстил принявшим не читать и зверь и поклонился его избранию оба живые брошенные в озеро огненное горящие серны а прочь убитым мечом сидящего на коне исходящего зуб всего все птицы напитаясь трупами все то же самое что мы с вами читали про иисуса где тут чуть повыше то ну ладно то что он схватит свяжет его мы с вами все это читали вот вам вся книга откровений оказывается брачный пир это есть второе пришествие иисуса звать званных собирать будут ангелы прям вот мы все с вами будем до изменяться вот и все мы с вами от книги откровений переходим к фессалоникий них и к посланию фессалоникийцам тоже комиссию для для чтения их два читаем первое я тоже немножко вырву читаем 13 стиха 4 главу не хочу же оставить вас братья в неведении об умерших дабы вы не скорбели как прочие это вот вот знаете опять хочется лесать вот она утешение вот у нас есть пример откуда нам взять не ложь протестантизма а действительно есть чем утешиться вот вам только что в 14 главе читали книги откровения есть чем утешиться вот первое послание фессалоникийцам 4 глава 13 стих есть чем утешиться не хочу же оставить вас братья в неведении об умерших мы же не умрем дабы вы не скорбели как прочие грешник который как мой папа говорит что его червяки сожжут и все это не имеющие надежды у него нет надежды но мы если мы веруем что иисус умер отсылка к пятнадцатой главе первого послания коринфянного где он там обличал собственную церковь коринфян который отреклась от веры воскрешение христа и всех нас ибо если мы веруем что иисус умер и воскрес то и умерших в иисусе в истине в боге в любви бог приведет с ним ибо это говорим вам словом господним что мы живущие оставшиеся живущие оставшиеся до пришествия господня не опередим умерших потому что сам господь при возвещении вот этот ангел при голосе архангела и трубе божьей заметьте все правильно там же не там надо было знаете вот на этой картинке кстати надо в нее смотреться тут случайно трубы знаете обычно рисует где трубу такую в небе тоже то что он-то не будет сам трубить труба бор в небе да мало ли кто ну по идее трубе конечно же ангел можно ибо это словом живущие пришли господним не опередим умерших потому что сам господь при извещении при голосе архангела и трубе божьей вот этой последней трубе сойдет с неба и мертвую во христе воскреснут прежде потом мы оставшиеся в живых вместе с ними как он писал не все мы умрем сочетаем давайте учиться сочетать где нужно нужные места только что коринфянам читали что не все мы умрем но все изменимся тут надо доставить что всем мы изменившиеся вместе с ними и вот слово где единственного там вы видели да было в откровении слова восхищенного было употреблено лишь кому к этому великому каком-то тоже проповеднику прямо в предтечи типа будет и она предтечи перед царством антихриста который будет обличать его до и постит церковь христовую народы жезлом железным будет сильно какой-то проповедник в последнее время но это не православная царь тысячи раз об этом оговорюсь тогда мы будем восхищены на облаках на встречу господу на воздухе и так всегда с господом будет но не на облаках мы будем так встречены до этими словами утешайте друг друга вот олегу мне хоть сказать олега стыда смотрел вот конечно я сам призывает что-то созидать и своими словами да ну знаете давайте за основание сначала кого возьмем научимся правильному чему-то а потом добавим вот это спасибо вот это вот восхищение это дьявола это не утешение утешение вот слушайте какой еще вам нужен гвоздь крышку гроба вот это всего то что протестантские учения вот после моего ролика вы когда переслушайте их не ли пересмотрите специальные их не учение вы увидите как все что я чем они я говорил и обличал таких не вырывание несостыковки они эти места не могут составить поговорить и с тем понять конечно вы познаетесь но вы сможете с любым разговаривать конечно если вы сами колеблющие конечно не так как будете говорить но если вы меня слышали вы же видите как эти места не согласуются еще раз я для вас читаю не хочу же вас оставить братьев неведение об умерших дабы вы не скорбели как прочие не имеющие надежды ибо если мы веруем что иисус умер воскрес то и умерших в иисусе бог придет с ним ибо это говорим вам словом господним что мы живущие здесь еще раз получается павел что обманывает себя и церковь точно так же как иисус сказал своим ученикам тогда стоящим под ними подразумевая всех кто будет это читать даже в последние времена здесь то же самое апостол павел не дожил до этого времени он не воскрес мы живущие оставшиеся до пришествия господня он не остался павел не дожил до второго пришли господни кто-то верит что он до сих пор по земле ходит две тысячи лет назад он не дошил могут мы мы это значит я и они они у них варит они живущие он как мы мы он себя не отделяет от христиан мы живущие оставшиеся до пришествия господни конечно уже говорит пророчески он говорит то считаешь как говорит иисус в той 16 главе что все вы стоящие передо мной здесь сейчас мы ученики не все из вас умрут не все вкусит смерти на павел пишет то же самое писал то же самое в коринфянам пишет то же сами писал кицы оставшиеся до пришествия господня никакого вознесения до пришествия господня вот вот какую еще какую еще гвоздь надо как вы надо заточить как его надо натереть до блеска я вот не понимаю протестантов он говорит что до пришествия господня никакого вознесения не будет она будет только в его пришествии описанного и иисусом который о нем сказал и в книге откровения но в девятнадцатой главе в девятнадцатой который все заканчивается он приходит царство антихриста разваливается и начинается тысячелетнее царство хотя еще грешников полно еще дается второй шанс человечеству тысячу лет еще будут каяться грешники церковь христов будет пополняться в тысячелетнее царство для чего будем жить то на земле все святые со христом и еще куча грешников несмотря на то что сатана дьявол там пророка лжи это самый главный будет связаны там и все будут в бездну отправлены до самые жуткие негодяи но еще куча людей останется еще будет период жизни на земле людей пусть уже бессмертных тысячи лет мы будем жить прям тысячу лет самую настоящую не умираю больше уже никогда уже все грешники будут бессмертны все святые будут бессмертны мы еще этап жизни проживем еще будет опыт жизни человечества уже когда ты бессмертен творят добро или закосневая возле ты будешь или совершай когда уже не будешь бояться смерти все уже будет бессмертный да так скажем вечно живут не ну смерть и будет там можно будет вечно жить но ты можешь быть убитым но ты сам не умираешь ты не стареешь ты нет ленин это же важно полное бессмертие будет только в небесном царстве да вот что еще какую и какую еще гвоздь надо мне из библии взять и снова за это чтобы убить это лживо дьявольское учение не утешающие в заблуждении вводящие детей божьих который вместо того что переходим к этому да к моей последней речи или вам еще что-то нужно вместо того чтобы действительно бодрствовать чтобы утешаясь как павел что такое вера надежда невидимого вот утешаясь тем что он говорит все у нас будет все эти скорби пройдут отрет бог всякую слезу как в исае написано как раз там именно все об этом о новом земле и новом небе где исаи я вспоминает момент кто знает там по контексту именно об этом будет отерта всякая слеза и в книге откровения это сказано этим только мы должны утешаться но эта жизнь земная в плоти в смертной дана нам для школы утешаться здесь что я спасен по вере они совершенству в любви доказанной делами не богу мне самому я могу сколько угодно мечтать что я готов до отдать жизнь свою ради истинной проявить любовь не ответить врагу врагом и явить эту любовь это огромная разница людей надо готовить к этому иисус готовил всех своих учеников к этому говоря что меня гнали будут гнать и вас меня убивали будут убивать и вас это не утешение олега это введение в заблуждение истинных детей божьих они будут обмануты этим и в час испытаний как иисус сказал когда навалится верующие не исполняющий когда подуют ветры навалится навалится в волны морские падет этот дом потому что он построен на песке они на камне камень иисус сказал это ве слышание и исполнение вторые тоже слышат но не исполняет он говорит камень это слышание и исполнение вот это камень любовь мы должны только об этом думать зная все это это все хорошо исходится скал я открыл вам прежде но ваше дело не зная ни часа ни времени поэтому и те кому я говорил они не знали и не дожили до этого неком павел говорит никто не знает ни времени часа наше дело сегодня бодрствовать они не дожили до великой скорби не те кто стоял вокруг иисуса не те кому писал апостол павел коринфянам фессалоникинцами кто потом отчитал и мы с вами и до нас две тысячи лет живущие люди на земле в частности христиане не дожили до великой скорби но не зная ни времени часа наше дело основной жизни бодрствовать а утешение нас одно что каждый получит по делам свои и все когда они придем к покаянию вот и все поэтому наше дело нам сегодня быть цветы мне конкретно сегодня стать абсолютно совершенным любви все таким образом вокруг меня такие будет знаете таким образом все я буду за собой по цепочке туда же затягивать где я все и когда-нибудь там окажутся все даже после опыта гиены после великого разделения я не зря все хронологически я не хочу останавливаться на этом как раз вот как иисуса перешло плавно что все хорошо это все мы сегодня поговорили вот эта речь я хоть и еще хочу дополнить а временах же и сроках нет нужды писать к вам братья потому что вы их не знаете заметьте речь не заканчивается я мог бы на этом да ибо вы сами знаете что день господень так придет как вор ночью то есть никто об этом не знает он берет образ иисуса об этом говорил да он дает нам маленькую пометку но сегодня для нас сейчас не эти слова важные когда ибо когда будут говорить мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут новые братья не во тьме чтобы день застал вас как вор и тут вот вот заметьте вот павел выстроил свою речь то считаешь как иисус как и я хочу выстроить этим роликом это хорошо все ведь еще одну нам дал такую хороший мазочек чтобы узнать как это будет вот и к другим роликам это хорошо об этом поговорить оказывается что иисус говорил это согласует с полной встречи иисуса что оказывается в последнее время будет при чаши гнева изливаемых на царство антихриста будет есть есть и пить радоваться и веселиться жениться и выходить замуж будет оказывается мир и безопасность оказывается царство антихриста войны все заглохнут только таких как мы святых то что любви то не будет в людях будет внешнее рабство цифровое рабство все будут ходить из-под палки и говорить против да будь иерархия будь бедный и богатый все то же самое будет до власть имеющий тоже антихрист он сам то будет все всех газ господствовать над всеми палкой да вот все будет это будет адское тоталитарное царство цифровое там как говорят неважно с полным порабощением всего живого все будет как просто рабы но те кто будет против этого кто будет за любовь свободу который свободы полностью не будет отсутствовать любви никакой не будет если эти цепи снять все там закона всех палок полицаев там будут точно также убивать друг другу просто будет настолько все это да все будет под колпаком что это просто делать будет невозможно и не избегнут новые братья не во тьме чтобы день застал вас бодрствуйте как вор ибо все мы сыны света вот опять речь о христианах как кто кто не называет и сыны дня мы не сыны ночи не тьмы и так не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться ибо спящие спять ночью упивающиеся упиваются ночью мы же будучи сынами дня до трезвимся облегшись в броню веры во что в иисуса да и все хорошо но веры здесь как надежды павел говорит вот на это все о чем он говорил в чем он утешал разве утешал веры в иисуса он утешал веры вечную жизнь если в нее еще веришь и не ощущаешь всем своим существом веры что по делам все всем воздаст и все будет хорошо и всем будем в царстве небесном которое есть вот в эту веру и любви ко всему божьему творению и в шлем надежды спасения что воздастся что каждому будет все это потому что бог определил нас не на гнев но получению спасения через господь иисуса христа умершего за нас чтобы и мы бодрствовали телом или спим жили вместе с ним я думаю что второе послание уже его нет смысла читать ну хотя нет вот опять вот и смотрите да давайте все таки прочитаем я просто я просто хотел бы зафиксировать конечно же свою мысль на бодрствование это очень важно второе послание как это как фессаленкинцам павел пишет вдогонку вот его опять не понимает это как я одно за другим пишу да павел пишет молим вас братья о пришествии господа нашего иисуса христа все кто и же самый церковь видите все я никуда не уходил с от страницы иисуса и моли вам о пришествии господа нашего иисуса христа втором естественно пришествие первое тоже было и нашем собрании к нему восхищение взять бы тоже слово поменять это в синодальном переводе до собрание здесь я вот кстати что-то вот я после ладно ролик остановлю вернее уже не буду останавливать все это искать менять но вы сами хотите следуйте я я всегда так когда мне что-то во время видео тоже мне некоторые приходят на такие какие-то еще дополнения откровения виде ничего то вот надо посмотреть там одно и то же слово в первом втором или перепутали и здесь все равно как вся говорю надо через слэш как я всегда таким серым текстом что-то добавляя конечно же летелю слова восхищение подставьте на хочу это делать чтобы из текста просто искала здесь кто-то захочет искать он увидит это здесь конечно же веса о восхищении к нему не спешите колебаться умом принципе хорошая концовка считаем второе поспорство упала фессалоникийцам будет прям идеально завершение этого огроменного ролика не спешить колебаться умом и не смущаться не от духа какой бы там вас внутри не колебал не от слов чьих-либо не от послания сейчас сколько новых посланий да как бы нами на послал мы там эти как это рукоположные все эти попытам от апостола да будто уже наступает день христов да не обольстит вас никто и никак ибо день тот ибо день тот не придет прежде отступления еще раз обратите внимание что апостол павел второе пришествие христа и и и и и вознесение церкви собраний к нему не разделяет для него это одно и событие пока не придет прежде отступление и не откроется человек греха то есть полного человек человеков полный расчеловече не человечество на самом деле царство антихисов конечно именно с этим связаны люди просто станут безумными никакой любви в них не будет и не откроется человек греха сын погибели в 13 главе о чем мы с вами читали у иисуса в речи над вам прям стихи произносить на этом вы поняли вот там между четвертым и 31 до противящийся и превозносящийся выше всего названного богом или святыню так что в храме божьем как иисус скала давайте параллельно все-таки вспомним еще раз и так как уйти мерзость запустения сказано через право даниил сидящую на святом месте читающий до разумеет тогда находящиеся добегут в горы и тут мы с вами читаем и дойдем не придет кота-то там греха против выше называемого богом или святыню так что в храме божьем сядет он как бог выдавая себя за бога не помните ли я что я еще находясь у вас говорил вам это они ведь и поколебались умом и ныне вы знаете что не допускает открыться ему в свое время ибо тайны беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь и тогда откроется беззаконник которую господь иисус убьет духом у своих истребит явлением пришествия своего она в 19 главе только все у павла все согласуются только у протестантов ничего не согласуется все их и учения лживые построены на вырванных из контекста словах этих стихах того которого пришествие по действию сатаны путь со всякую силу и но здесь оба сатан об антихском и знамени чудесами ложными со всяким неправильным обращением погибающих за то что они не приняли любви истинно для своего спасения а если есть любовь не приняли любви любви и по мы уверовали в любовь и познались ходить полюбили любовь уверать любой лишь полюбить ее принятие и что мир есть любовь бог есть любовь и за это пошлёт им бог действие заблуждение так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истине, возлюбившие неправду. Ну вот на этом мне хочется закончить, но все-таки я, так как мы с вами христиане, закончим и, конечно, вернемся с того, как я вам обещал, с чего начали, это с 16 главы. Еще раз я скажу вам, что вот это вот лживое учение, оно все от этого. Давайте мы вот на этом такие картинки поставлю, чтобы вас... И отозвав, Иисус Петра начал... Давайте, да, нет, не отсюда, еще раз прочитаем то, что закончили. Кто такие христиане? Ты Христос, Сын Бог Живой, ты христианин. Представьте, Евангелие всегда читайте для себя. Кого Иисус спрашивает Петра? Кто ты? Он говорит, ты Христос, Сын Бог Живой. Кто мы? Мы христиане. Кто такие христиане? С того времени Иисус начал открывать им и ученикам своим, христианам, что ему, им, а мы все следуем по стопам его, должно идти в Иерусалим и много пострадать. Всем нам в свой Иерусалим. В своих сектах нас ненавидят. В своих православных, протестантских, в своих деревнях, селах, в своих семьях. Это для всех наш тот Иерусалим, который хочет убить нас. От старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Это христиане. И отозвав Иисуса, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. И Иисус же, обратившись, Петру сказал, отойди от меня, сатана. Здесь можно добавить, отойди и следуй. Отойди от меня и следуй за мной. Отойди с моего пути, да? Но следуй за мной, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а Бог есть любовь. Не о любви ты думаешь проявить к людям, да, а что человеческое. Спасти свою душонку, эту жизнь, которая дана для совершенства, для познания любви и совершенствования в нем. Будьте совершенны, как совершит Отец ваш Небесный, ибо Он подает дождь, то есть делает благое, и для грешников, и для праведных и неправедных. Будьте совершенны, Иисус призывал не спасаться по вере, а быть и стать совершенными, как совершенен в любви Бог. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой жизни христианской и следуй, тогда ты будешь следовать за Мною, и следуй за Мною. А Иисус как шел? Он спасся по вере. Иисуса Бог в Ефсиматском саду восхитил на небеса, избавив его от чаши? Нет. От великой скорби в его жизни наши гонения, наши последние предсмертные муки, что бы с нами ни делали, во времена злодеев, и в частности, может быть, вообще царства антихриста, во времена шестой печати, там, где бы то ни было, у каждого свой путь, свой апокалипсис, свое восхищение. Если мы не доживем с вами все до земного его пришествия и по плоти увидим, мы все с вами к нему сами и так восхитимся, и так будем к нему. Это наше с вами каждое второе пришествие для христианина, кто умирает. Вопрос, как он умирает? Кто хочет свою душу сберечь, то потеряет ее. Вот эту вот, да, жалкую жизнь, проживя неизвестка. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Какая цель жизни христианина? Отдать свою жизнь ради любви. Даже жизнь. Не говоря о том, что-то другое, там, имущество, здоровье. Даже жизнь, так называемую. Так называемую. Как будто вечную. Как будто охраниченную, я не знаю, как правильно сказать. Она временная. Она даже, она всегда жизнь, просто есть грань. Я говорю, человек таком, как мне уже, как Иисусу, знающему, суть жизни, что никакой смерти нет. Тяжело даже выражаться об этих вещах. Нет никакой смерти. Но это жизнь, школа. Экзамены в этой школе должен сдать каждый. Святым быть призван каждый христианин. Не избранные какие-то еще среди христиан, а все христиане есть избранные. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, в том числе сбережет свою жизнь, здесь он подразумевает, да, да, и там будет где-то жить, счастливо, хорошо в этой, а что, а душе своей повредит. Какой выкуп даст человек за душу свою, все, что ты здесь приобретешь. Ну, будет у тебя дом, ну, не потеряешь ты, ну, не выселят тебя. Ну, будет у тебя здоровье, свобода. А любовь в тебе есть. Этот мир, эта школа для самоопределения перед лицом добра и зла, для совершенствования в любви, для самоопределения до суда. Кто ты? Куда ты хочешь? Чего ты достоин? Чего ты добился? Какого места ты достоин, где такие же, как и ты, где действительно, если ты такой же, там ни тебя обидит, ни ты. Но если ты не такой, такого не будет. Я все-таки закончу всю его речь. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, Ангелом Своими. Тогда вы вознесетесь ко мне, будьте восхищены, мы еще все в Юрусалим спустимся, да. И тогда вас даст каждому по делам его, не по вере. Протестанты, услышьте меня, те даже, кто вышел, но эта закваска вас осталась, по делам не по количеству день. Здесь читайте слово дела как жизнь, по жизни твоей, святой или грешной. Истинно говорю, есть некоторые состоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже, вот чем надо утешаться, все. Что мы вкусим, все. Вкушай смерть, не вкушай, но мы вкусим вкус и плоды небесного царства, любви Иисуса Христа. Вот и все, утеши, которое нам нужно. Как уже увидим Сын Человеческого грядущего Царствия Своем. Вы знаете, чтобы вот именно этим закончить, важным, я заканчиваю, как Иисус, бодрствованием и притчей, да, только я уже опять возвращаюсь к прямым словам, и все-таки мы с вами, чтобы вот здесь, потому что протестанты извращают это место, мне настолько это противно, вот это вот, богохульство, а, Каринфина у нас-то открыта, потому что, вот лукавит, знаете, что по делам, по добреньким делам, а то христианей, злодеев нет, а вот эти все сейчас православные, которые пошли украинцев убивать, да, в неправедной войне, они где будут-то? По каким добрым делам они будут судиться? Они на коленках у дьявола уже давным-давно, они христиане, они крещеные все, церковь входит, за них жены, матеря молятся, где они будут? Они не верят в Иисуса? Верят. Они не крещеные? Крещеные. Чтобы дополнить просто проглоченные Иисусом слова, вот эти по делам его, я всегда зачитываю и показываю протестантам вот второе послание апостола Павла Каринфина, мы сегодня с вами первое вот это брали, пятая глава с первой по десятый стих. Это прямо надо протестанту вот вырезать прямо на всю стену, я говорю, наклеить. Все, причем опять об одном и том же. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, он об этом говорит, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Что такое вот это дом или жилище, небесное жилище, это тело вечное, мы переродимся, да. но, он говорит, дом не рекватворный, верный, да, мы все обретем бессмертие, уже все грешники будут иметь бессмертие, там, эликсир придумать, неважно, и мы в их христе с ними воскреснем, все будут жить тысячу лет, но, оттого мы воздыхаем и желаем облечься в это небесное наше жилище, только бы нам, он говорит, и одетыми в вечные, можно в вечные муки отправиться, а можно в вечное счастье отправиться, блаженство, только бы и нам облечься в это нетление по плоти, не оказаться на гимии, от доброты, от любви, от святости, от счастья, ибо мы, находясь в этой хижине, вот пока, вот в этой, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, да, на это самое бессмертие и создал нас Бог, и дал нам залог духа, и так мы всегда благодушны, и как знаем, что он водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим веру и о невидении, то мы благодушны и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, мечтаю разрешиться и быть с Христом, тут он по-другому просто говорит эту свою фразу, и потому ревностно протестанты и заквашены, ужалены ихним ядом, навострите свои ушки, Павел пишет, что спасается человек, потому что именно на его бедного Павла просто записали в богохульнике, что якобы спасается верою, Павел пишет, ревностно стараемся, выдворялись ли, или выходя ли из тела, быть ему угодными, ревностно стараемся, ибо всем нам, Павел опять себя, как в Фессалоникийцам, как в Коринфянам, не отделяет от христиан, он не пишет им, нам, он говорит, всем нам, и мне в том числе, должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить в соответствии с тем, что он делал, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе, Павел говорит, или христианин делал худое, он не просто так в первом послании к Коринфянам, в чем только не обличал эту Коринфскую церковь, и в разврате, и в нелюбви к пастырям, учителям, проповедникам, и в нелюбви к бедным, там они все пожирали на этих тайных вечерах, напивались до куматоза, и воскресенье Христово, вечную жизнь всех христиан отвергли, и там числа нету, чего-нибудь там только занимались, это только что он успел в этом послании перечислить. Христиане творят зло, конечно. Все? Нет. Каждый даст, не зря Павел вводит это понятие судилища Христова, именно Павел, так, любимый протестантами, извращая учение, кого и жизнь, они и Павла в богохульнике записали, что якобы человек спасается по вере. Нет. Человек попадает в небесное царство любви Иисуса Христа только живя доброй жизнью, худой жизнью будет в соответствующем месте. И всем нам при разрешении вот этом вставании из мертвых или изменении в своей жизни все мы дадим в тот день, это будет судилище Христово, потом тысячелетнее царство, потом великий суд уже над всеми, где христиане уже просто сидят, как написано, на 12 престолах тоже судят, так скажем, относительно себя, всех, кто будет восставать. Это не палочный суд будет, это будет святость, видимая на духовном теле человека, она будет обличать. То есть, так же, как в мире мы отличаем грешника от богатого, от бедного, подержи, или еще что-то. по разговору человека образованного, литературного, с хорошим ораторским голосом мы видим от человека, который косноязычный, да, то же самое будет и на суде. Это никто там не будет с палками, с молотками, там судья, с париками сидеть, кого-то судить, нет, это будет внутреннее сущность человека, явленное даже на его внешнем духовном теле, он будет более благоуханный, светлый, чистый, стройный, красивый, крепкий, все вот это, даже тела святых будут отличаться от тел грешников, именно внешней красотой, благолепием, силой, благоуханием, всем вот этим, да, все это будет отличие тела грешников в соответствии от их уровня греховности, как и святость, будет у всех разная. Если вы хотите лампочка, от лампочки, как Павел говорит, разница, есть 10 ватт, 100 ватт, 1000 есть киловатт, а на солнце вообще смотреть невозможно. Так что это очень важно. Я очень устал. Вот такое вот мое видео, восхищение церкви, 2,40. Я не знаю, что еще сказать. Я честно вам скажу, я и надеюсь, конечно, на то, что это изменит кого-то, и всегда не верю в это, потому что, сколько я такого что-то делал, казалось бы, что еще надо, и люди все равно не понимают. Я иногда сомневаюсь в умственной способности некоторых людей. Порой это бывают даже близкие люди, я не понимаю, что им надо. Я единственное, начинаю понимать, может быть, там в природе что-то немножко, может, правда, у нас же есть люди, действительно, не способные к чему-то, по телу, к олейке. Может быть, и внутренние тоже, не каждый способен что-то понять, я не знаю. Потому что есть же вообще люди, как у нас есть, аутисты, дауны. Сейчас я без обид говорю, на самом деле, я не знаю. Потому что к такому среднему уровню развития человека вообще истина, она доступна практически каждому. Я говорю, она недоступна только вот людям в этом мире, вот каким-то, я говорю, с этими вот, это можно сказать природным искалечением. Даже это аутист, который там по психологии, по что-то, как-то у них сломано, там, да, аутистов там всех, вот это, да, вот. Но если человек вот хотя бы, я не знаю, 2 плюс 2, что сказать, что такой нормальный человек, и каким признакам определяют, что он 2 плюс 2 знает, что такое, или писать умеет, и не знаю. Потому что есть дети, выросшие, дети Маугли, знаете, да, там выросшие с животными. До него такие вещи может тяжело будет объяснить, он уже как он вырос среди животных, и у него там не развилось вот это все человеческое, да, по природе. Ему, конечно, тяжело такие вещи объяснить. Ну, честно, я всегда говорю, слушайте, люди, которые окружают, если бы я увидел такого, я не пытаюсь, знаете, инвалида на коляске стоять кричать, давай, давай, ты должен пробежать километр, там, да, как дурак его пытаться принуждать к бегу. Но я общаюсь с людьми, я же вижу по всем параметрам, что это вот такой средне здравый человек. Понимать такие вещи очень легко же. Вот. И поэтому я всегда говорю, слушайте, если вы меня не понимаете, то давайте эти темы закрывать, мы, в принципе, можем общаться. Вот тот же Олег, да, он же хороший человек, мы с ним общаемся, он добрый, чистый, честный, откровенный, да. И вот эти вот заблуждения, они плохие, да. Я не говорю, что он в аду будет, как все говорят, но и совершенства ты не достигнешь. Сама эта мысль о том, что не, нет, чаша не моя, мы будем все довели к скорбю, зачем нам пить это все? Ты не подготовишься и скорее всего ты сдуешься. Возможно, вы знаете, под люди хорошие, вы думаете, когда нацисты, как говорят там в костлагерях, да и любые, это может быть, любая банда там каких-то людей поймала, семью какую-нибудь из машины, говорят, вот пистолет дают, ты стреляй, типа вот, застрелишь его, мы тебя не тронем. Ну, там, да, больные люди, они уже питаются какими-то вообще адскими вещами, их доставляет наслаждение, как не видит, что одни там люди других даже убивают родственников, он страдает от этого, но он убивает. Таких полно документальных фильмов, посмотрите, да, он убивает и его еще оставляет на сколько-то жизнь. Причем, возможно, ему говорят, что, ну, я тебе еще на недельку оставлю, вот убьешь этого, да, я тебя, прям, когда у стенки ставили, кого-нибудь одного берут, если ты их убьешь, тогда тебе пока, там, может, за какую-то провинность их там, ну, так называемую провинность, да, и он расстреливал всех. Вот, что это делает, вот к чему это приводит. Если Олег или кто-то возмутится, да нет, нет, я же не об этом, или я вот, нет, это все об этом. Может быть, ты конкретно это не подознаешь, но это именно это к этому приведет. Когда я говорю, меня там тычут, что вот, ты себя там что-то строишь, да ты сам-то там сможешь устоять, там, в терпении, вот это, здесь терпение, вера святых. Я же не говорю, что я прям вам, вот я сто процентов сделаю это, наиврю я сто процентов хочу это сделать. Это огромная разница. Иисус тоже, когда говорил, что вот надо положить, что нет больше любви, он еще не положил, но он говорил об этом. Я тоже говорю. Потом, когда ты положишь, уже когда ты об этом скажешь, тебя уже здесь не будет. Вот. О таких вещах мы говорим до, о крайних степенях. Да. это очень важно понимать. Поэтому рассказывать вот эту ложь о том, что церковь будет восхищена, там, от великого слова, это чепуха, это вообще не согласуется с истиной, это неправда. И вообще человек не должен этого бегать. Более того, знаете, по идее, мы все этого жажды должны. Если мы хотим возрасти в этом, познать себя, кто я? Кто я? Помните, как у Достоевского? Там, правда, в другую сторону. Да. Вожь. Или могу я бабку замочить? Преступление, наказание. Помните, там, конечно, в другую сторону, но кто понимает, о чем я, тот разумеет, умеющий уши, да услышит. Вот кто я? Я действительно? В небесном царстве уже не надо будет ни за кого душу ложить. Но вы знаете, когда ты в жизни, кого-то там, спас или еще. Это реально? Посудите каждый по своей жизни. Я вот вспоминаю все время, пока ты действительно не сделал поступок, ты не знаешь, твои друзья не знают, кто ты, пока ты там-то, там-то проявил себя, родители, друзья, дети. Действительно, мы человек судим по делам, как Иисус сказал. Ты сам узнаешь, кто ты, и другие понимают, кто ты. Это очень важно в жизни. Поэтому, чего этого бегать? Ну, что с нами сделают? Ну, дом отнимут. Пусть отнимают. У нас там будет все, все миры, все, что мы помыслим, мы боги. У нас у каждого будет вот такая вселенная, какую мы сейчас созерцаем. Что у нас могут в этой жизни отнять? Ничего. Это все и не наше. Это все иллюзия, это все мысли божьи. Есть этот телевизор, телефон, что у тебя? Здоровье, якобы, которого у нас у многих-то и так нет. Но это все временно для школы жизни, поэтому здесь все смертно, ограничено, чтобы мы смогли переступить этот барьер. Мы сами себе доказываем, что мы верим в это. Все, я не боюсь смерти, значит, я верю, что я знаю, что я бессмертен. Боль того, почему я слово верю-то не употребляю? Потому что я знаю, я жажду перехода. Любого человека, как меня, не то, что удостоверяет. Я всем даже говорю, я вот честно, я переступаю через себя, когда я употребляю такие слова, что я там верю в бессмертие, верю в Иисуса, в Бога, в любовь. Я не верю, я знаю, это моя сущность. Я просто есть, Бог просто есть любовь. Бог Моисеев сказал, я просто есть, я любовь, я свобода, я вечная, я просто существую. Для меня слова верю в бессмертие, они несовместимы. Я не верю, я знаю. Верю, это как будто, значит, я могу сомневаться, а я не верю, я просто знаю. То, как я знаю, что я сейчас вот сижу, и я есть. Я буду есть всегда. Изменение внешнего мира вокруг меня не говорит, что я пропадаю. Лишь мир другой изменится. Может, моя плоть есть внутреннее, мое вечное существо. Я никогда не... Я могу как угодно меняться внешне. Что-то там, все это. Внутреннее, я вот это, которое сам у себя осознает, осознает уникальность, вот это я. Да. Никуда его не деть. Я всегда был, всегда есть и всегда буду. Я вечен, я абсолютно свободен. Никто надо мной не властит. Я никого не порабощаю, никому не являюсь рабом. Никто не может взять надо мной власти. Никто не может меня к чему-то принудить. У него рычагов нету. Это ему кажется, что у меня есть рычаги. Нет. На самом деле, у него есть только один рычаг, как кажется, самый малый. Убить меня. Но ему только кажется, что он меня убил, а я вечен. Он меня просто из этой комнаты выдворил, и все. Но у меня там прекрасный мир, а он так и будет в этой вонючей, грязной комнате. За что тут люди борются? За что тут вообще цеплятся в этой жизни? И посмотрите, мы почитали с вами книгу «Откровение». Будут печати на челах божьих, народа божьего, и от язв от многих мы будем избавлены. Что-то нас тронет, кого-то тронет, мы не знаем. Но от многого мы будем покрыты и избавлены. Ну и Иов страдал от язвы, да, всякое бывает. Мы все тут с вами страдаем, и гриппами его, и вон этими. Уж забыл, как у нас ходит болячка-то, коронавирус, и болеют, и веганы, и христиане. Ничего, поболел, прошло. Сильно, слабо. Мне сколько веганов сказал, переболел, как в аду. Говорит, ты никогда так не болел. Ну и что, переболел? Ну и переболел, туда отправишься. Вот, вот утешение. Чего еще, какого еще утешения надо? Что все это как закончится. Но цель моей жизни, цель моей жизни, это жертвенная любовь. А жертвенную любовь невозможно явить без скорбей. Поэтому великих скорбей бояться не стоит. Это наш шанс в жизни. если Бог тебе послал, значит, это твоя школа жизни. Ты идешь тем путем, который полагает тебе Господь. Нарываться не надо, не надо бежать на амбразуру. Иисус так не делал. Но когда время придет, ты его почувствуешь. Иисус на время пробовать, когда ты это еще не чувствуешь, не надо делать, я вам сразу скажу. Но вы это почувствуете. Но вы никогда не почувствуете, вы к этому идти не будете. Вот опять. Я шел к этому всегда, но меня те обстоятельства ограждали, те это и сейчас я готов. Я всем говорю, я уже все, моя миссия закончена. Но было время, когда ощущаю так, а мне же еще надо вот слово сказать. Я-то готов, а слово-то надо сказать. Меня это держало, то-то держало. Там, да. А сейчас ничего не держит. Но к этому надо идти. А как идти, если цели нет? Вера слышная, слышная, Слово Божье. Все как куда идти? Путь самурая? Да. Сумурая есть путь, но не цели, как есть мемы, да? Бушедо. Так и это. Здесь то же самое. Великая скорбь это всего этого боеца или лично. Все эти великие скорби, они и так могут быть в нашей жизни. Да. Ты сейчас вон выскажешь против войны и знаешь, какая великая скорбь начнется. Менты тут прибегут с дубинками, кого он прям в доме насилует, они же там дубинками, потом еще в тюрьму бросит, там еще будет в ШИЗО сажать, у тебя и так будет такая великая скорбь, а там еще всякие болячки, чесотки, что там только нет от зэков друг от другу передаваемых, да, а там еще зэки изнасилуют или надзиратели, да, ни жрачки, ничего, ни шизо одно с бетонной койкой и четырьмя стенами два на два. Вот тебе твоя великая скорбь. Тут же, да, так мы уже ее боимся. И одно дело до времени ее пытаться избежать, да, другое дело все равно жить свято, светить. Все этого избегут, я вам легкий способ скажу избежать, все, заткнуться, да и все. Не жить свято, никому не светить, ничего не говорить, прожить как пискарь в басне. И все, и все у вас будет хорошо, я вам гарантирую. Никуда не лезьте, нигде не высовывайтесь, а светом, любовью не живите, никому об этом не говорите. И все у вас будет хорошо. И будете жить и в царство антихриста, будете головкой молчаливо со всем строем махать, да, не важно как быть, я так не думаю, но я как бы со всем махаю, да, а то, что это с твоего молчаливого согласия все беззакония на цветы им будут твориться, о которых мы с вами сегодня столько почитали, тебя это никак не колышет, конечно, ты же не участвуешь прямо. Это то же самое, что и аргумент от рупажоров, не быть леганными, я что, я сам не рублю, подумаешь, там кто-то, куча адов на земле. Вот так вот, поэтому, ну, у протестантизма огромная болезнь, огромная болезнь, это вообще не христианство, потому что они отвергли учение о любви, о совершенстве в любви, об этом я тоже всегда говорю, именно это. И слышь, тем более неохота, только потому, что в них нет этой любви, их это обличает, мои слова. Если обличает, точнее скажу, что в них еще что-то живое есть, потому что его обличает, потому что он понимает, сколько обличения, он чувствует, что это правда, но отрицает это. Их обличает, что Иисус, ты прожил такой жизнью, что ничего не было, что страдал, что был истязан, избит, унижен, оскорбленный, убит жестоко, дважды наказан, перед этим еще избит до полусмерти. Обличает, конечно, это все равно. Сколько бы он там не талдычил эту мантру, что он взял на меня свои грехи. Да что-то как-то, да, что же я, все грехи на него, всем миром взбросили, а сами на шейку присели к нему и ножки свесили. Обличает тех, у кого еще есть там что-то, какой-то свет в сердце. Что-то тут не так-то, наверное, Отвергните это и примите истину. Пострадать нам всем надо будет, совсем немного. Совсем немного. Ибо ради избранных будут сокращены эти дни. И все твои дни, где бы ты ни оказался, в тюрьме, я говорю, сейчас не во время великой скорби, а когда у тебя за свет и любовь какая-то личная великая скорбь возникнет, когда тебя посадят, как я вам все эти прелести в кавычках описал, Бог ради избранных, чтобы ты не отрекся или совсем с ума не сошел, значит, Бог восхитит тебя пораньше, сократит эти дни каким-нибудь образом или действительно отойдешь к нему и так. Вот и все. Бог не садист, но мы учимся. Царство небесное это не царство тупых младенцев или каких-то животных, да, я имею в виду, которые ничего не осознают. Это царство любвеобильных людей, познавших полноту истинную и реализовавших эту истину и любовь в своей жизни. Это очень важно. Все, по три часа как раз получилось. Не знаю, что сказать. Если вы меня не услышите, у меня больше для вас слов нет. Иисус уместил все это, да, как мы сказали, во сколько там, в 27 стихов. Я в три часа старался, если вы меня не слышите, мне вас просто жаль. Надеюсь, это не так. Буду верить, что те, кто этот ролик услышит, примут истину, обретут сами полноту, благо бытия, счастья и научат этому других. Поэтому, кому нравятся мои видео, кто считает их полезными, назидательными, радостными, то подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки под этим видео, жмите на колокольчик уведомлений, чтобы получать информацию, сообщения о новых видео. Пишите ваши комментарии, мысли, размышления. Что мне нравятся, какие вопросы я считаю нужными, я отвечаю. Все тексты, которые вы читали, доступны на нашем с Олегом сайте христолюб.ру или по-русски христолюб.рф. В моем телеграм-канале я ссылки на новые ролики даю раньше того, чем я их публикую на YouTube-канале. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого светлого и достигнуть обязательно небесного царства любви Иисуса Христа, обретя полноту святости и совершенства в любви ко всему его творению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok